продолжать ничего страшного не произошло я даже сейчас проверил файл записался тоже нормально так что видео останется для потомков не знаю чьих хорошо значит давайте продолжать 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 так так давайте продолжать вот мы представили эту штуку в виде ожидания и соответственно теперь теперь у нас теперь мы это переписываем как больше либо равно чем такое же ожидание от логарифма соответственно pwz тета фи при условии альфа бета поделить на qz тета фи то есть вот это вот это ушло в функцию от которой ожидание ожидание по распределению соответственно q вот это это дефи ну и значит что получается получается что так что получается что получается что-то не так опять или так ну да нет все нормально значит все получается так наверное единственное что я тут бы сделал что я тут бы сделал вот это сейчас значит вот это я хочу переписать как п от п вот вот z тета фи то есть от парамет переменных моделях моделей при условии это болевые альфа бета потому что реально там и вот это вот это наше апостерерное распределение умножить на pw при условии альфа бета и это получится если вы справа странно сейчас так вообще это константа и ее логарифм это константа да я короче говоря хочу в итоге скажите мне где я тут напутал я в итоге хочу получить следующее что это будет какая расстояние то есть мы как бы что мы оптимизируем это будет кайли расстояние между минус кайли расстояние между кью вот этим и а постериорным распределением модели то есть распределением p от z тета фи при условии W альфа бета поделить на Q z тета фи Q z тета фи d тета d фи вот и тут типа плюс константа ну что меня немножко смущает что это константа это плюс логарифм опять W при условии альфа бета что то здесь не так сейчас они сократятся и получится тривиальное утверждение что кайли расстояние больше нуля что то мне это не нравится что я тут напутал а что я тут напутал это я тупой или это что то не так глобально глобально а ну да нет это нормально ладно это это все не страшно смысл короче говоря просто в том что мы а сейчас а что мы делаем когда мы приближаем странно это то есть когда мы приближаем Q а да пардон значит а ну по идее логика такая же теперь когда мы максимизируем вот эту а нет все я все правильно делаю все нормально а это и должно получаться тривиально извините я уже просто немножко да давно этого не делал короче вы мне кажется первый курс на матмехе которому я это рассказываю ни с кем остальным просто не успевал до этого дайте значит чем получается там да все правильно я как раз не хочу так расписывать но я хочу сказать что если я так распишу то у меня пол да то то действительно у меня получится что вот это сократится типа да и останется тривиальное утверждение о том что кель расстояние больше либо равно нулю то есть это 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 минус кель расстояния на меньше либо вот и но на самом деле что я хочу делать и что вот это равенство показывает да она показывает следующее но показывает что если я буду оптимизировать вот это то есть кель это не кель расстояние вот это называется вариационная нижняя оценка там давайте красивая от киу если я ее буду максимизировать то тем самым я буду минимизировать кель расстояние от киу до вот этого пастериорного распределения вот вот это я хотел хотел сказать а и конечно мы не это будем оптимизировать что мы не знаем это как раз хотим получить а мы будем оптимизировать вот это вот это первое замечание теперь теперь нам следующее что мы будем должны сделать то есть наша задача сейчас будем максимизировать конечно то есть вот вот это простое распределение вот это очень сложно мы будем при помощи простого и а вот это равенство показывает что максимизировать или от киу с простым распределением это то же самое что минимизировать кель от киу дпс сложным в этом суть собственно вариационных приближений вот и да мы будем максимизировать и 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 вот чем лда как такой более сложный пример будет немножко отличаться от тех примеров вариационных приближений которые у нас были до сих пор но тем что мы все таки здесь уже наверное не не сможем сказать что что мы не сможем сказать здесь мы наверное уже не сможем сказать что матрица что q это просто какое-то абстрактное распределение которое как-то раскладывается а хотя мы что можем но не будем ладно для простоты не будем мы не будем говорить что q это абстрактное распределение с гипотезой просто независимостью а мы зададим q в виде параметрического семейства и мы будем подбирать эти вариационные параметры так чтобы в этом параметрическом семействе получить наилучшее приближение к этому апостерерному распределению то есть как значит как у нас будет выглядеть q q смотрите это мы q это распределение на трех видах параметров да z это скрытые 0.1 переменные из какой темы каждое слово t это вероятность тем в документах и f это вероятность слов в темах соответственно мы вводим три набора вариационных параметров гамма пи и лямбда и делаем так просто говорим что значит это все раскладывается в произведение независимых или нет нет независимых не получится нет 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 совсем независимых не получится но фи мы отделяем фи при условии лямбда а дальше получается произведение по документам ж от 1 дм и тут будет значит дать это назову q тетая а не q тетая рано это пока просто q дальше будет q житая q житая от тета житого вектор при условии гамма житого дальше на произведение внутри этого документа по n от 1 дм житого q житая от z ж энного при условии пи житого сейчас все объясню а давайте здесь тоже будет гамма житая а здесь давайте ладно сразу напишу переписывать здесь просто я хочу сказать что это тоже раскладывается в произведение по темам q от фи т при условии соответственно лямбда т так скобочки стоят вот то есть что я хочу сказать я хочу сказать что q это вот это уже q т я хочу сказать что q имеет по большому счету примерно такую же структуру как скажем совместное распределение p от w z тета фи но настоящее апостерерное распределение настоящее апостерерное распределение все эти p от там тета фи и z они зацеплены друг с другом потому что они все при условии w мы знаем слова и слова конечно вносят между ними зависимость а здесь такого не будет то есть если нарисовать это видео там графической модели то у нас смотрите получается там лямбда лямбда идёт фи и так повторяется т раз да это вот этот смножитель и совершенно независимо от этого повторяется значит м раз по документам что там повторяется то лямбда гамма идёт в тета да и ещё пи идёт в z и это повторяется ещё внутри каждого документа с житой раз вот такая картиночка то есть в чём как бы пафос упрощения почему это всё всё проще потому что теперь вот эти лямбда гамма и пи это какие-то просто новые совершенно независимые друг от друга параметры и фактически получается что мы там не знаю темы в документе накидываем с одними параметрами которые мы тоже будем оптимизировать а слова в документе совсем другими да и это нормально потому что мы просто вводим сюда как можно больше свободы и при помощи всей этой свободы мы будем аппроксимировать то распределение которое нужно и эти гамма и пи они обучатся как надо всё будет хорошо но ну вот то есть когда они будут обучаться мы же будем их не просто обучать из данных которых нету а мы будем увеличивать вот эту вариационную нижнюю оценку то есть мы будем подбирать лямбда гамма и пи так чтобы вот это произведение было как можно больше похоже на вот это постерьёрное распределение ну и тогда конечно гамма и пи и лямбда они обучатся примерно как надо а что с ними делать получается в итоге совсем независимые да да вот вот в этом и фишка да то есть мы как как и раньше в кью делаем мощные предположения независимости то есть у нас видите все все тета они вообще ни с чем не связаны все зета ни с чем не связаны там все и так далее и так далее ну то есть скажем так а нет простите по-моему неправильно нарисовал да извините пожалуйста я нарисовал не совсем правильно все таки пи у нас будет один на документ вот так но это не принципиально в смысле ну суть того что я говорил от этого не меняется то есть окей пи пи одно на документ из него получаются все зета в этом документе а другие документы независимы там и эти пи и зета они тоже независимо совершенно от того что происходит с гаммой и тет и это независимо от того что происходит с ламм до эфи то есть как бы мы разделили все переменные все расщепили ввели дофигища новых параметров и весь смысл теперь в том чтобы научиться их оптимизировать простите я не договорил я задал структуру независимости но еще надо собственно я же говорил что это параметрическое семейство надо теперь сказать что это за распределение ну на самом деле понятно что там за индексы укушек значит кут это это будет по темам а здесь простите два раза кужиты наверное это неправильно а нет это правильно потому что это тоже одно и то же кужиты просто мы делаем произведение по n потому что это n слов но они соберутся из одного и того же кужитого с одним и теми же параметра вот значит да а что в разных местах кужиты ну вот это неправильно наверное да это наверное неправильно как бы их тут так переименовать ну давайте блин ну ж это просто просто ж надо оставить вот в чем проблема писать все время кужит это и кужит это тоже как-то не хочется ладно давайте это будет кужит кужит а это кужит ну конечно странно короче что это за распределение qtt от фи тт прямословие лямбда тт но это просто обычное распределение дирехле с параметрами лямбда это все это просто пропорционально произведению по тп не под не по тпв а фи т в степени лямбда т в минус 1 да что такое кужи и гамма от тета житого при условии гамма житого это тоже просто распределение дирехле произведения по теперь т тета я все забываю в каком порядке у меня это стоит тета житые ага тета житые степени гаммы житые минус 1 и что такое кужи и а ц это же и но при условии и житого а это ну это уже не теперь смотрите это это были распределения на это были распределения на векторы вероятности там логично было выбирать дирехле а это будут распределения на на это это вектор у которого одна единичка остальные норики то есть это произведение по т пи жи т в степени з з нет а ну да в степени з ж н степени з ж н равно т то есть мы мы выбираем то пи которые надо так или или пи сейчас я сам собор или пи не такое пи 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 не сегодня извините извините не вообще не я не прав я вот сначала был прав а теперь не прав пи тоже тут внутри еще круче будет будет независимость значит тут пи жены и тут пи жены то есть вот этих новых вариационных переменных их вообще дофига и как мы выясним это не страшно это вот любопытно что вариационных приближениях как раз так важно что этих вариационных переменных больше чем данных в три раза все равно так или иначе мы наилучше это приближение найдем оно конечно будет недалеко не единственно но это уже не так важно вот что происходит нет я просто я просто я просто здесь ошибся теперь заглянул вперед вспомнил что ошибся пи тоже свое для каждого блин слова понимаете а там формулы это куда то надо вставить а вот я вставил вот пи жены а здесь пи жены тт ну а ну еще сюда надо написать так вот а такие дела то есть что мы теперь должны делать теперь мы должны написать вот эту l и начать ее как-то оптимизировать ну на самом деле давайте я вот тут немножечко смухли все-таки хотя это не принципиальный мухлёж просто для простоты чтобы не повторять три миллиона раз одно и то же давайте я буду считать что значит ну давайте вот это будет такой наш первый шаг потом я просто скажу типа аналогично вот первый шаг давайте я буду считать и на самом деле так и считали в исходной статье про лда буду считать что матрица фи это параметры модели это не скрытые переменные а это параметры модели и на фи не надо вводить там априорные распределения и вот это я пока рассматривать не буду то есть вот этого пока нету и лямбды пока нету оставлю только вот эту часть которая индексируется документами а фи это будет фи фи будет носить такой же статус как альфа и бета то есть фи это просто некие параметры модели которые ну потом мы может быть как-нибудь с оптимизируем а пока считаем что они фиксированы когда ищем апостерерные приближение к апостерерному распределению теперь будет п от теперь у меня будет q от z тета которая будет аппоксимировать p от z тета при условии фи альфа дублевые фи альфа бета вот так это на самом деле не супер принципиально но просто сэкономит нам приличного времени вот если я делаю так то есть у меня от этого кио остается вот эта часть то теперь по большому счету я могу просто рассматривать каждый документ независимо по отдельности и у меня получается что я минимизирую на самом деле каэль от q житого до p житого то есть это интеграл только по тета житому сумма по z только житых житым здесь q от z житая тета житая при условии при условии гамма житая p житая да умножить на логарифм соответственно того же самого q не буду переписывать поделить на p от z житого тета житого при условии дубль в житого фи но фи нужны все альфа бета ну там дета это житая то есть грубо говоря если я зафиксировал фи то мне это позволяет просто это писать отдельно для каждого документа это будет существенно быстрее и удобнее дальше я скажу что меняется если фи обратно вставить вот хорошо а как минимизировать это каэль расстояние ну смотрите значит для этого нужно оптимизировать максимизировать вариационную нижнюю оценку l от гамма житая пи житая это интеграл по т это житому сумма по з житому логарифм p от w и вот теперь смотрите теперь это p совместно это простое p t w это z при условии фи альфа бета поделить на то же самое q это житая при условии гамма и вот так д это это житая то есть если это написать чуть по-другому это смотрите это давайте логарифм распишу с тобой ожидание по кью от а я я пропустил да тут еще умножить на это кью это было ожидание на кьюз это при условии д д д д вот ожидание по вот этому кьюзитому от p от w житая z житая тэта житая при условии фи альфа бета совместного распределения минус антропия q минус ожидание кюжитово кюжитово. Извините, логарифм. Извините, логарифм. Значит, ожидание логарифма. И здесь ожидание логарифма кюжитово. Вот. И теперь вот, смотрите, это я сейчас, по сути, показываю, как выглядят все эти вариационные нижние оценки. Ну, вот большинство из них в литературе, они примерно так и работают. Смотрите, мы написали мы написали вариационную нижнюю оценку. Где мы? А, вот здесь мы написали. Мы написали вариационную нижнюю оценку. Мы сказали, что она максимизируется там, где кюжитово приближается к нужному нам и пастерьерному распределению. То есть потом мы будем ее, кюжитово использовать как и пастерьерное распределение. И мы записали эту вариационную нижнюю оценку. Ну, она всегда, по сути, представляет собой разность вот этих двух величин. Ожидание логарифма совместного распределения и энтропия кюжит, кю. Вот. Ну, тут нам просто за счет нашего частного случая мы еще и разложили по документам. Это не суть важна. Вот. И теперь, собственно, в чем такая техническая часть происходящего? В том, что теперь мы вспоминаем, как раскладывается совместное распределение. Мы вспоминаем, как раскладывается кю, по нашему гипотезу, предположению. И записываем вот эту вот разность. И дальше начинаем уже, собственно, оптимизировать. То есть, начинаем максимизировать то, что получается. Ну, то есть, что мы на самом деле тут переписываем? Смотрите, это будет ожидание. Вот вспоминаем, что такое... Вспоминаем, на что раскладывается P от W, Z, Theta в конкретном документе G при условии φ. Вот здесь написано. Да, вот здесь произведение по документам. Значит, здесь получается P от Theta G при условии α. И произведение по словам P от Z при условии θ на P от W при условии Z и φ. Давайте вот так мы тут и напишем. Значит, первое слагаемое раскладывается, получается, в такую сумму. Ожидание логарифма P от Theta G при условии α. Это вот просто по форме нашего правдоподобия, нашего совместного распределения. Плюс ожидание логарифма P... Ну, я напишу без сумок пока. Всех Z. Ожидание всех Z при условии θ. Да? Z больше ни от чего не зависит. Плюс ожидание логарифмов P от W при условии Z и φ. Да? Вот. Это вот это первое. А теперь из чего состоит QGT? А QGT состоит тоже из θ и Z. Да? То есть минус теперь ожидание логарифма Q от θ GT при условии γGT. Минус ожидание логарифма Q от ZGT при условии PGT. И тут нет вот этого. Потому что Q у нас имеет более простую структуру. Вот. То есть вот смотрите. У нас получилось 5 вот таких вот ожиданий, 5 слагаемых. 23 с плюсом, 22 с минусом. Ну и теперь нам надо просто потихонечку их вычислять. Смотреть, что получается. И, значит, что-то там как-то с этим работать. Ну давайте вот потихонечку работать. То есть первое. Давайте я напишу там. Ожидание по Q логарифм P от θ GT при условии α. Ну это что такое? Смотрите. Это ожидание по Q от логарифма распределения Дерехле. Давайте вспомним, что такое распределение Дерехле. Давайте я даже напишу со всеми константами. Потому что потом как-нибудь еще пригодится. Чему равна функция Дерехле? Функция Дерехле равна гамма функции от суммы αТ. Поделить на произведение по t гамма функции от каждого αТ. Ну то есть наоборот. Это единица делить на функцию Дерехле. Она там в знаменателе. И на произведение по t θ GT в степени αТ минус 1. И на самом деле, смотрите, в Q есть θ GT. Правильно? Но больше в Q по сути ничего нет. Ну то есть α это гиперпараметр, его в Q нет. Поэтому здесь все, кроме этих θ GT, это константы. Их можно... Ну они частью аддитивные, частью мультипликативные. Но в общем эти константы можно вынести за ожидание. И можно это все переписать так. То есть логарифм гамма от суммы αТ минус сумма логарифмов гамма от αТ плюс сумма по t по t αТ минус 1 на ожидание по Q от логарифма θ GT. Ну хорошо. Теперь... Теперь... Что теперь? Теперь хитрость. Ой, вот сейчас будет трюк, который надо мне вспомнить. Теперь я хочу посчитать вот это ожидание алгоритма θ GT. Эх. Эх. Знаете, какой там трюк? А сейчас. А мне кажется, когда-то я вам его рассказывал. Давайте другим цветом, отдельно напишу. Трюк про экспоненциальное семейство. Ха-ха. Помните экспоненциальное семейство? Мы вообще говорили про него? Или нет? Когда распределение находится в экспоненциальном семействе, если есть такой вот естественный параметр, для которого оно представляется в таком виде. е в степени, что там, это на т от х минус альфа от этого. Не альфа, а от этого. Где говорят, что распределение... Вы говорили с вами про экспоненциальное семейство? Да, нет? Не знаю. Я не помню. Ну, может, и не говорили. Ну, ладно. Сейчас нам от этого нужен только один буквально трюк. Сейчас мы его быстренько обсудим. Но в целом, значит, говорят, что распределение находится в экспоненциальном семействе, если его можно представить вот в таком виде. То есть, смотрите, х — это переменная, по которому распределение, это — это параметр. И вот ключевой момент в том, что типа h от х, в котором нету этой, умножить на экспоненту от этой без всякого х, просто скалярно умножить на какую-то функцию от х, и тут нормировочная константа, связанная с этой. Скажу, что меня нету. Алло, пардон, я читаю лекцию, я перезвоню. Вот. Да, сейчас, что-то я опять, как обычно, потерял мысль. Да, значит, вот, то есть, ключевой момент, ну, на самом деле, экспоненциальное семейство, это очень широкое семейство. Сюда запихивается все, что угодно. Ну, не все, что угодно, типа, большинство классических распределений сюда запихиваются без особых проблем. Ну, например, там, не знаю, гауссиан, прям так и выглядит, да, тут какая-то константа умножить на е, степень, давайте я гауссиан напишу, там, 1 делить на корень из 2π σ в квадрате, е степени, смотрите, минус 1 на 2 σ в квадрате на x минус μ в квадрате. То есть, тут что такое? Это минус 1 на 2 σ в квадрате на x в квадрате, плюс 1 на σ в квадрате x μ минус, там, μ в квадрате на 2 σ в квадрате. И вот, значит, как представить гауссиан в виде, в экспоненциальном семействе? Надо от x перейти к так называемым достаточным статистикам, вот t от x чему равно, значит, получается. t от x в случае гауссиана – это вектор, который состоит из двух компонентов, x в квадрате и x. Ну, там обычно их нормируют еще как-то, ну, неважно сейчас для нас. Вот. Соответственно, чему тогда получается равно это? Это – это, типа, естественный параметр для гауссиана. Это получается равно… Ну, давайте я там, не знаю, минус напишу, что мне не парится. Это получается равно 1 делить на 2 σ в квадрате и… А, давайте даже пополам сюда тоже напишу. Получается 1 делить на σ в квадрате и μ делить на σ в квадрате. Вот так. Да, то есть вот это – это будет скалярное произведение. Это на t от x. Видите, здесь нет x, а здесь только параметры гауссиана. А здесь только x, никаких параметров. Вот это важно. Значит, это, соответственно… Здесь, кстати, тоже видно, что более естественным параметром для гауссиана является совсем не σ в квадрате, а вот та самая точность Тауа, о которой мы говорили. Вот, естественный параметр на самом деле выглядит как Тауа и μ умножить на Тау. Вот, t от x. И а от это – это, соответственно, вот все, что остается тут. Это 1 делить на корень из 2π σ умножить на e в степени минус μ в квадрате на 2 σ в квадрате. Ну, вот это я для примера. А вообще сюда помещается все, что угодно. Да, и что еще? Еще h от x, а h от x тут нет. h от x равно 1. И вот на самом деле в это экспоненциальное семейство помещается чуть ли не все, что угодно. Сюда испытания Бернули помещаются, вот упражнения, найдите естественный параметр, то есть вот эту для испытаний Бернули, для подбрасывания монетки. Сюда кубики помещаются, естественно. То есть, давайте, вот кубики нам надо поместить, давайте поместим кубики. Значит, чему равен, скажем, логарифм экспоненциального семейства, распределение экспоненциального семейства равен логарифм h от x плюс это на t от x минус а от это. А чему равен логарифм распределения дирехли от x какими-нибудь параметрами альфа? Он равен сумме по i α и t минус 1 на логарифм x этого минус логарифм, ну вот это нормировочный констант, бета функции от альфа. Вот. И смотрите, сразу видно, да, что эта сумма — это и скалярные произведения, то есть получается, что естественный параметр — это типа логарифмы икситов, да, вектор из логарифмов икситов. Наоборот, это не естественный параметр, это достаточная статистика логарифм икситов, а естественный параметр — это типа альфа и t минус 1. А вот это называется нормализатор, это ад. То есть на самом деле почти всё, что угодно помещается в экспоненциальное семейство, но оно полезно тем, что на самом деле проэкспоненциальное семейство, хотя туда много чего помещается, можно, тем не менее, сказать много полезного. То есть есть много результатов в теории вероятностей, которые... Ага. Там, когда мы глупо себя расписывали, там, а, не надо логарифт добавить. А, логарифт. А, надо, конечно. Конечно, надо. Давайте, это e степень равна вот эта минуса. Вот так. Конечно, надо. Да, значит, смотрите, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что хотя в экспоненциальное семейство, казалось бы, запихивается всё, что угодно, тем не менее оно полезно тем, что про него можно сказать какие-то нетривиальные вещи. Но и они тут же обобщаются, получается, на всё, что угодно. Ну, то есть на большинство классических распределений. Вот. И вот трюк, который я вам сейчас расскажу, он как раз тоже происходит, его удобнее записывать в терминах абстрактных, в терминах сменциального семейства. Смотрите, какой трюк. Он, на самом деле, очень прикольный и интересный. Ну, тут догадаться сложности. Ну, и понятно, если я вам дал бы задачку «докажите с ответом», то вы бы там полчаса подумали и, наверное, доказали. Но именно, что полчаса подумали. То есть надо тут сделать пару нетривиальных шагов. Значит, смотрите. Первый шаг, с чего мы начинаем. Давайте возьмём вот это распределение и напишем, что его интеграл равен единице. Это довольно несомненно. Правда? E в степени это на t от x минус a от это dx. Интеграл по распределению равен единице. Значит, следующий шаг. Давайте возьмём градиент по это слева и справа. Ну, то есть я пишу, давайте, что-то не переписываю, градиент по это. Это слева, ну, будет что-то, а справа будет градиент по это от единицы. Ну, то есть, естественно, ноль. Взяли градиент. Теперь, ну, понятно, это распределение вероятности. Тут все функции хорошие. Можно дифференцировать под знаком интеграла по этим. Значит, получается, что давайте засовываем градиент внутрь. Получается интеграл, h от x остаётся, в нём нету, это, да. А здесь остаётся что? Здесь надо теперь аккуратненько. Значит, производная от экспонента, то есть t... Нет, подождите, производная от экспонента, это сама экспонента, да. Вот это, значит, остаётся вот так. И умножить на производную, на градиент от того, что там в экспоненте стоит. То есть, типа, t от x минус градиент по это, а от это. dx равно 0, да. Вот. И что я теперь хочу сделать? А теперь я хочу разделить это на две части, то есть вот раскрыть эту скобочку и написать как равенство. Интеграл, смотрите, t от x, h от x на эту экспоненту, минус a от это, dx. Это вот первое слагаемое. Равно, теперь плюс мы переносим направо. Интегралу градиент по это, а от это, h от x, e в степени, это t от x минус a от это, dx. Вот. И теперь смотрите, какие волшебные замечания про вот это равенство. Ну, замечание номер один. Что у нас стоит справа? Вот в этом нету никакого x, да, по свойствам спинсиального семейства. Значит, это можно вынести за интеграл. И остается, как ни странно, тот самый интеграл, с которого мы начинали, да, интеграл по распределению p. То есть, то, что осталось, сворачивается в единичку. А что слева стоит? А слева уже, конечно, в единичку не сворачивается. Слева стоит опять вот это p, да, и умножить на какое-то t, где t это его собственные достаточные статистики, dx. То есть, у нас получается вот такой результат, на самом деле. Ожидание по распределению p от x из экспоненциального семейства от его собственных достаточных статистик равно градиенту его нормализатора по естественному параметру. Вот такое равенство. А, как видите, оно суперобщее, то есть, пользовался я только видом экспоненциального семейства. Но оказывается, что оно довольно полезно. Вот, например, именно оно нам полезно для того, чтобы посчитать ожидание логарифма θgθ в этой формуле. Потому что, ведь, смотрите, как мы выяснили, логарифм θgθ – это и есть естественный параметр. Да, то есть, ну, давайте я так, чтобы, если в координатах это написать, то получается ожидание p от x от очередной, там, титой координаты от x равно dA от это, pD это и тому. Да, ну, это просто скалярная запись вот этого векторного равенства. Соответственно, ожидание логарифма θgθ, давайте я вернусь в синий, потому что все, общее замечание про экспоненциальное семейство закончилось. То есть, ожидание по логарифму q, ожидание логарифма θgθ по q равно получается, смотрите, dA от θ по d это θ. Значит, а от θ – это вот эта фигня. Вот эта фигня, да, именно с минусом. То есть, а – это просто логарифм b. То есть, это d логарифма b от α по d α и там. Вот так вот. Ну и теперь надо вспомнить, вот я не зря это все выписывал, что такое логарифм этого b от α. Это, давайте я тут это тоже напишу, d здесь, смотрите, опять же, все время забываю в какую сторону, сумма по t логарифмов гамма функций от α t. Здесь у меня t, d α t, t. А здесь сумма, давайте по t штрих, чтобы не путалось. То есть, минус гамма, минус логарифм гаммы от суммы α t штрих по d α т т. Вот. И на самом деле, смотрите, из первой суммы остается одно слагаемое, ну и из второй не остается. Здесь я введу обозначение такое стандартное. Производная логарифма гамма от x по dx, просто одномерная, ее обычно обозначают как psi большое, и это называется t-гамма-функция. t-гамма-функция. И это, естественно, не элементарная функция, ну и гамма, собственно, не особо элементарная функция, но это такая классическая функция из метанализа, которую, типа, можно посчитать, если надо. Есть способы ее посчитать. Соответственно, в терминах этой дегаммы-функции у нас получается следующее. Ожидание по q от логарифма тета gt равно... Ой, боже мой, почему оно равно? Ну вот от этой суммы остается только тета слагаемое, то есть psi от альфа тетого. А здесь, ну, здесь, смотрите, надо продифференцировать это по альфа тетому. Останется на самом деле просто psi, ну потому что сумма всех альфа от нее производная равна так же единице, как и от одной альфы, поэтому останется здесь просто само это psi от суммы альфа тетых штрих. Да? Вот. Вот, короче, вот это важный результат, и мы им сейчас будем пользоваться. Вот. Значит, это мы получили. Итого, теперь возвращаемся к нашему первому слагаемому. Это все звучит очень страшно, что это пока только первое слагаемое из пяти, но, ладно, остальные на самом деле будут аналогичны. Значит, ожидание по, что там, логарифм P от тета, житого при условии альфа, получается равно, ну вот этому равно, да, логарифм гамма от суммы альфа тетых минус сумма логарифмов гамма от альфа тетых плюс, и вот интересная часть, сумма по t альфа t минус 1 умножить на psi от, смотрите, ой, извините, я же не те буквы здесь написал, а здесь у нас psi при условии гамма, гамма t, гамма t, гамма t, гамма t штрих, вот, psi от гамма жит этого, здесь гамма жит, конечно, гамма g, psi от гамма жит этого минус psi, давайте напишем все-таки крупно минус psi от суммы по s, там, гамма g, s, так, вот, вот такое получается первое слагаемое в нашей вариационной нижней оценке. Ну, давайте второе слагаемое писать, значит, второе слагаемое, напишу другим цветом, это ожидание по q логарифма p z житого при условии t житая. Ну, смотрите, тут немножко по-другому, да, тут теперь это мультиномиальное распределение, то есть как это можно написать, логарифм мультиномиального распределения, это сумма по всем словам, да, и для каждого слова, типа, сумма по темам, и из этой суммы я должен выбрать ту, на которую указывает z, g, n. z, g, n – это, типа, номер темы n-ного слова в житом документе. Ну, и когда я ее выберу, я беру сюда, соответственно, логарифм этой вероятности, t, 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 t. Логарифм, t, 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 t. Вот, вот так это выглядит. И смотрите, что получается. Опять, опять, это какая-то сумма с какими-то коэффициентами, в которых нет ничего из распределения q, а от распределения q здесь есть только… То есть, нет, пардон, не так. Распределение… Нет, не так, не так, не так, извините. Вот здесь важно, смотрите. Ну, сумма, да? То есть, я могу сразу написать сумма по n, сумма по t, ожидание по q, а здесь вот этот индикатор, что z, g, n равно t, умножить на логарифм t, это же t. Но вот теперь как раз я пользуюсь тем, что q у меня все такое из себя независимое. И поскольку оно независимое, раскладывается в произведения там q от z и q от ted, которые вообще друг с другом не связаны, я могу сказать, что ожидание этого произведения равно произведению ожиданий. И написать это так. Значит, сумма по n от 1 d n, сумма по t от 1 d t большого. Смотрите, ожидание по q от z, z, g, n равно t. То есть, какое ожидание того, что z, g, n станет, примет значение t. Но это и есть вероятность того, что z, g, n примет значение t. Да, z, g, n это нолики и единички. А вероятность это и есть то самое π, как мы его определяли. То есть, это и есть вот это π, g, n, t, t. Да, вот это ожидание первого со множителя. А ожидание логарифма z, t, 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 t мы вот тут посчитали. То есть, это π, t, 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 умножить на, смотрите, psi от гаммы gt минус psi от суммы по s гаммы gs. Вот так. Вот, это второе слагаемое. Теперь, например, третье слагаемое. Третье, я уже забыл, как выглядит. Логарифм p от w. Да, угу. Значит, третье слагаемое, смотрите. Ожидание логарифма p от w житого, z, g, t, f. И, так, ну здесь тоже какое-то мультиномиальное распределение. Мы тоже какие-то кубики кидаем, что-то берем. То есть, это ожидание по q. И здесь, смотрите, сумма по словам сначала по-любому. Потом сумма по темам. И в каждой теме давайте я напишу, как сумма по словам, в смысле возможным словам из словаря. И тут такой двойной индикатор, что z, g, n, равно t, а с другой стороны w, g, n, равно v. То есть, выбираю, какая тема попалась, выбираю, какое слово попалось. И это все происходит с вероятностью логарифм φ, t, v. Вот. И здесь та же фигня. Опять все это раскладывается. Вот это, это просто данные, это в q никак не участвует. И на самом деле, это сейчас тоже в q никак не участвует, потому что φ мы считаем параметрами модели. Остается только вот это, участвует в q, и его ожидания это все те же π. То есть, получается, сумма по n, сумма по t, сумма по v. А здесь, смотрите, ну, надо выбрать то слово, которое там действительно стоит в данных. и умножить на π, g, n, t и умножить на логарифм φ, t, v. Вот так. Так. Смотрите, что мы сделали. Мы написали первое слагаемое, второе слагаемое, и третье слагаемое. Мы закончили ту часть вариационной нижней оценки, которая связана с p. Теперь осталась энтропия, осталась часть вариационной нижней оценки, которая связана с q. Ну, здесь на самом деле тоже это все нехитро. Значит, ожидания первое, что там логарифм, q от θ житого при условии гамма житых. Да. Ну, это на самом деле ровно то же самое, что было. Только теперь, вот у нас здесь было, да, только раньше здесь были альфы, а теперь вместо них тут будут гаммы. И я, кстати, прошу прощения, я вот тут зачем-то это исправил, я был неправ. Здесь-то как раз альфы. Вот. А вот тут, а теперь у нас тут гамма, да. А эти гаммы, они не из того, что здесь альфы, они из того, что ожидание по q, а в q как раз гамма. А теперь гаммы и там, и там. А в первом слагаемом я просто, ну, результат не изменился, я просто здесь неправильно написал, p от θ житая при условии альфы должно быть, естественно, в первом слагаемом. То есть там-то у меня все верно, вот оно. p от θ житая при условии альфы. А тут я почему-то на гамму съехал, это было неправильно. Вот. А вот q от θ житая, тут все это на гаммы. И получается ровно та же формула, все точно так же, только теперь там везде гамма, а не альфа. Логарифм гамма от гамма, от суммы гамма тетах, кстати, гамма s, раз я уже s начал писать, минус сумма логарифмов гамма от гамма t, плюс сумма по t, гамма т, гамма т, гамма т, минус 1, на пси от гаммы gt, минус гамма gt, это тоже есть, гамма gs, от альфов были у всех одинаковые, а тут-то нет. А сумма по t гамма gt минус 1, пси от гамма gt минус гамма от суммы по s, гамма gs. То есть это ровно та же формула, только все альфы на гамма g заменились. И пятое слагаемое... Ага. В том, что написано фиолетовым, там тоже надо этот... На него грифм надо переписать через птишки. Вот здесь? Нет, здесь не надо. То есть здесь я как раз для простоты, чтобы не повторять это все точно так же с другими буквами, я для простоты, помните, сказал, что давайте считать, что f это параметры модели. И мы сейчас находимся внутри одного документа, на самом деле. То есть фи у нас с целью этой вариационной нижней оценки считаем такой же константой, как альфа и бета. Поэтому здесь остается просто логарифм фи. А реальные переменные, скрытые, которые нужно интегрировать, переписывать, это теты и зеты. Вот, значит, сейчас что там осталось? Осталось логарифм z, логарифм, извините, q от z, житое при условии пи житое. И это теперь похоже на вот это, да? То есть это ожидание по q, сумма по n, сумма по t. Здесь не равно ли z, g, n, t на логарифм пи жи, n, t, t. Только теперь, да? Не фи, а пи. И получается сумма по n от 1 до n, житого, сумма по t от 1 до t, пи жи, n, t на логарифм пи жи, n, t. Уф, вот. То есть смотрите, что у нас получилось. Я так прямо напишу большими руками. У нас получилось l от гамма g пи жи. Мы пока, кстати, обратите внимание, внутри одного документа все это делали. Значит, l от гамма g пи жи. Мы это все переписали. Я, конечно, не буду все переписывать. Но это типа вот 1 плюс 2 плюс 3 минус 4 минус 5. Где вот это 1, вот это 2, вот это 3, вот это 4 и вот это 5. И что теперь нужно делать? А теперь нужно максимизировать. Максимизировать по гамма и пи. Гамма житым и пи житым. И это на самом деле не так уж и сложно. Вообще не так уж и сложно. То есть смотрите, давайте с пи начнем. Как максимизировать по пи? Ну надо выписать. Оно получилось независимым под документом? Да, да. Именно для этого я сказал, что давайте фи у нас будут параметрами модели, и мы их зафиксируем. То есть что связывает документы друг с другом? Документы друг с другом связывает матрица фи большая. Потому что у них типа общие вероятности слов в темах. Больше ничего не связывает. Поэтому если фи большой, я считаю константой, то все документы расщепляются и в пи, и в кью. Так вообще легально? Да, почему нет? Ну у нас просто получится алгоритм, который будет немножко, как сказать, медленнее, более итеративный, чем если бы я этого не делал. То есть у меня сейчас получится так, что мне по фи придется с ем устраивать, потом зафиксировать фи, сделать вот это, потом пересчитать фи и так далее. Вот. Значит, да. Ну давайте максимизировать. Давайте по пи. Давайте я выпишу все в L, что зависит от одной конкретной пи, пи, g, n, t, t. Ну, точнее не пи, g, n, t, t. Это, наверное, неправильно. Или правильно? Да нет, правильно, ладно, пи, g, n, t, t. Что зависит? Зависит от... Где оно было? Вот оно было тут. То есть вот тут оно встречается один раз. Пи, g, n, t, t умножить на пи от гаммы, g, t минус пи от суммы по s гаммы, g, s. Дальше у нас было здесь. Пи, g, n, t, t на логарифм. И смотрите, здесь мне надо выбрать то v, которое реально не встречается. То есть логарифм фи, t, там, w, g, n. Это все равно в данных написано. Вот. Больше пи... Да, тут пи, конечно, нету. Больше пи в пе не встречается. А в кью оно встречается где? В кью оно встречается здесь. И все, что ли? А, и все. Да, можно даже не переносить. Значит, минус пи, g, n, t, t на логарифм пи, g, n, t, t. Все. Вот. То есть вот это то, что здесь встречается по пи. Я бы хотел это максимизировать, но все-таки не совсем так уж максимизировать прям легко. А мне все-таки надо максимизировать с условием, потому что пи это все-таки вероятности. То есть у меня должна быть сумма пи, g, n, s по s должна быть равна единице для любых g, n. то шпит должны представлять собой вероятности выбросить ту или иную тему на месте же поэтому все-таки не совсем независимо их можно оптимизировать их надо оптимизировать но с условием до сэм до множителем на гранж то есть давайте если это будет нужно не буду все переписать если это будет типа функция липунова или как-то там называется функция лагранж лагранж функция то мы добавляем прям до множитель с вот этим ограничение суммы по s и же с и на сайте так и вот это теперь уже безусловно максимизируем но условно максимизируем по всем и же n звездочка то есть по всем и gnt для всех ты ну как мы это безусловно максимизируем ну берем производную ну в общем здесь уже на самом деле такое упражнение из мотана первого курса осталось вот то есть берем производную pdp gnt что остается остается пси от гамма gt минус пси сумма пс гамма gs плюс логарифм фи минус логарифм пи gnt теперь так это еще написал а дальше тут минус 1 получается да производная логарифма сокращается и плюс лямбда и вот это надо приравнять нулю еще надо взять производную по лямбдам понятно что получится приравнять нулю вот и короче если это все приравнять нулю и сделать то получается примерно следующее получается а ну собственно а тут 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 можно не думать тут сразу получается пи только в одном месте сразу получается что логарифм пи gnt это равно чтобы 300 раз написать раз пи gnt это равно я в степени пси от гамма gt минус пси сумма пси гамма gs плюс логарифм фи т wgm и умножить на е степени там лямбда минус 1 и короче говоря как это всегда бывает в оптимизации давайте это не буду подробно выписывать вот это это типа нормировочная константа оказывается если формально то надо написать еще что сумма всех пи равна единица там написать все уравнения сложить вынести приравнять нулю получится короче что вот это нормировочная константа это сумма вот этих по всем по всем этих самых по всем ты то есть в результате получается что пи gnt это дать им что просто пропорционально е в степени пси от гамма gt минус пси сумма ps гамма gs плюс логарифм фи т wgm вот такой результат обратите внимание что этот результат получен внутри пока одного документа дальше дальше надо по гамма оптимизировать позам и здесь должно быть видно какое-то сходство между этими пишками и пишками пи и фи тараз знаешь и это вероятность получить данное слово в документе из данной темы сейчас ну и хорошо это похоже но короче смотрите ну да да смотрите чем чем пи от фи отличается пи от фи отличается поправкой на гамму гамму то есть на то насколько вероятно эта тема была в данном документе так ну да да логика есть конечно конкретный вид этой поправки конечно надо было посчитать а не так говорю я правильно помню что там есть большое большие параметры настоящие и модели которые сложные там все зависит есть параметры нашего спорта зиме куб где чуть-чуть проще но они все-таки у них не биекция потому что параметров у кью гораздо больше вот как раз почему они все независимы потому что они все разные эти все пи они разные в каждом документе там для каждой темы базовой модели они все были одинаковые зацеплены поэтому то есть биекции как раз нету а логика конечно также да то есть пи имеет некоторый смысл типа с какой вероятностью в этом конкретном документе из этой конкретной темы получится то или иное слово и не то иное а то то которое получилось и действительно смотрите из чего это складывается складывается из фактически фи т-в-ж-н то есть вероятности получить это слово из этой темы но умножить на поправку вот эту е в степени которая связана с тем насколько эта тема вероятно в этом документе это описывается переменными гамма ну конечно изначально то есть это принципе вот этот вид и он изначально его можно было так угадать но конечно угадать вот это е в степени пси минус пси было бы сложно это надо было посчитать вот да 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 это все имеет смысл на самом деле когда мы получим когда мы получим те самые формулы пересчета они будут иметь еще больше смысла подождите это вот одна из формул значит теперь теперь я хочу сделать все то же самое но для гаммы для гаммы же тт ну давайте я не буду переписывать опять как здесь сделал все что от нее зависит отдельно потому что от нее зависит почти все давайте я сразу буду производные брать потому что на самом деле здесь проще хотя здесь буквы к больше будет но а здесь проще потому что на гамму как раз нету никаких условий ограничений гамма это параметр распределения деревья хлеба может быть каким угодно ну там не отрицательно но это само собой получится вот и поскольку он может быть каким угодно у нас нету никаких лямда множителей лагранжа можно просто сразу брать это вот эту нашу боже мой что вот это вот это на вот эту нашу вариационную нижнюю оценку брать производную по гамму конкретному одному и приравнивать нулю ну давайте посмотрим значит где у нас встречается конкретная гамма же ттт сейчас будет немножко сложнее значит гамма же ттт во первых встречается вот здесь сейчас здесь 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 а или так и да нормально гамма же ттт встречается вот здесь причем посмотрите она встречается здесь сама а еще она встречается здесь внутри этой сумма внутри этой суммы несколько раз е-мое сейчас хорошо тут здесь нету гамма здесь нету гаммы маленькой вычеркиваем здесь значит а из первого что получается из первого получается сумма по т а нет никакой суммы по т нету получается альфа т минус 1 умножить на пси штрих пси штрих это еще более сложная функция тоже конечно не элементарные буду называть ее пси штрих от гаммы же тта это я взял то слагаемое единственное которое где-то это т и тогда первых 10 здесь есть гамма же т а вот здесь гамма же т есть почаще чем кажется да то есть здесь получается минус сумма блин я сейчас сейчас запутаюсь конечно минус сумма по s а альфа с минус 1 на пси штрих ну штрих то тот же самый от суммы гамма гамма жи нет слушайте но это ужас какой-то же с штрих теперь написать что-то такое да ладно хорошо может быть это как-то все-таки странно это что-то у меня такого я когда когда я готовился у меня такого не получалось ладно сейчас посмотрим вроде правильно дальше во втором слагаемое понятно где гамма вот она здесь вот она здесь а нет подождите я гоню нет я не гоню здесь дамы же т есть в каждой сумме да а ну хорошо но по крайней мере здесь можно это все вынести за скобку хотя бы так может может быть они так страшно давайте тогда здесь с тоже не буду штрих писать чтобы у меня потом было виднее все сумму по s дам на же с так хорошо дальше во втором слагаемом где встречается гамма житт она встречается здесь и здесь то есть опять получается что от внешней суммы остается они это внешней суммы все остается и от внутренней суммы все остается ну ладно значит плюс сумма по жи сумма по n сумма по t здесь получается пи gnt на пи штрих а нет так значит пи gnt на пи штрих от гамма gt вот так минус а вот тут уже сумма по t давайте сумма по s пи gns на пи штрих от сумма по s гамма gs так же как было выше это второе слагаемое третье слагаемое третье слагаемое слава богу гаммы нету так ведь так нет четвертое слагаемое четвертое есть гамма и она так же как в первом то есть из четвертого получается минус также значит гамма t минус 1 на пи штрих от гамма gt плюс сумма по s гамма s минус 1 на пи штрих сумма по s гамма gs и в пятом слагаемом тут нету гаммы да вот так вроде получается хорошо ой боже мой что же теперь делать теперь надо это все как-то привести вынести везде эти гаммы и штрих значит ну смотрите psi штрих от гаммы gt что тут при ней стоит при ней стоит альфа t минус 1 при ней альфа t минус 1 это гамма от суммы потом при ней стоит сумма по n пи g nt вот она при ней стоит минус гамма t плюс 1 а и все окей можно было так не мучиться просто сократилась только единичка значит здесь остается альфа t плюс сумма по n а ну ладно сходится пи g nt минус гамма t и минус psi штрих от суммы гамма gs ps и что стоит при этом в пи штрихе ну смотрите здесь стоит на самом деле все что здесь стоит это всегда сумма по темам то есть давайте я это умножу на сумму по s от 1 до t большое и здесь смотрите альфа s минус 1 короче та же фигня да плюс пи сумма по n пи g ns минус минус гамма s минус 1 опять единичка сокращается та же формула получается альфа s плюс сумма по n пи g ns минус гамма s во сошлось у меня вроде бы да слава богу ну вот и теперь смотрите теперь у меня здесь мне нужно эту производную приравнять нулю да приравнять нулю и гамма psi штрих это очень сложная функция у которой очень много какой-то фигни ой киса привет очень сложная функция у которой очень много с которой уравнение решать было бы супер неприятно но может быть если хоть один из вас еще следит за тем что я делаю вы скажете какое будет решение уравнения вот это все равно нулю по гамме там что в скобочках нули что ли получалось да смотрите вот если гамма gt равны если обращают в ноль вот это то есть равно альфа t плюс сумма по n то и эта скобочка обращается в ноль и эти все все слагаемые в этой сумме обращаются в ноль если это для любого g и т сделано вот и все обращается в ноль и все равно нулю то есть у этой это на самом деле формально говоря какая-то довольно большая противная система уравнений с какими-то очень сложными функциями psi штрих но реально у нее есть очень простое решение вот и кстати обратите внимание что это простое решение оно прям супер интуитивное смотрите что такое гамма гамма это параметр распределения дирехли то есть это ну мы вот ровно ту же интуицию очень подробно про монетки обсуждали на первых лекциях гамма это параметр распределения дирехли альфа это его априорное значение а что такое сумма по n пи же nt а это то сколько раз мы ожидаем что кубик выпал этой гранью кверху в наших данных то есть сколько раз именно тема t выпала на этом кубике по нашему по нашему датасету вот то есть это ровно ровно получился тот же пересчет параметров там бета распределения для монетки или какое было у нас в начале нашего пути но теперь оно получилось очень замороченным способом и вот смотрите что получается почти победа совсем уж победа смотрите что получается получается что для фиксированного фи мы можем устроить такой ем алгоритм теперь значит на е шаге вот теперь значит общий вид обучения в lda первый типа простой не простой а первый вариант алгоритма давайте так с фиксированным фи на е шаге мы минимизируем мы фиксируем значит фиксируем альфа бета фи ну альфа и бета мы вообще будем фиксировать так что просто давайте скажем фиксируем фи и пересчитываем пи жи н тетты и гамма жи тетты по формулах лыж по вот этим формулам да то есть пересчитываем параметры пересчитываем вариационные параметры пересчитываем параметры вариационного приближения на ем шаги фиксируем теперь пи и гамма для всех жи и всех н и максимизируем правдоподобие фи ну а что значит максимизируем правдоподобие по фи ну фи это давайте я уже не буду это выписывать но мы и так уже как-то невероятно много времени посвятили хотя если честно это было ожидаемо фи это типа броски кубика да то есть для того чтобы максимизировать если мы уже знаем из какой темы те или иные слова то конечно мы просто значит точнее мы не знаем из какой темы слова но мы знаем ожидание этих вероятностей пи да вот так же как мы делали во всех применениях и алгоритмов кластеризации и так далее мы просто и в скрытмаркских моделях мы просто фи тв говорим что оно пропорционально ну вот ожидаемому числу выпадения этого кубика в словом в кверху то есть это нужно взять сумму по всем документам и посчитать сумму по всем словам в этом документе и посчитать сколько раз это слово оказалось равно в да ну и взять это с весом пи ну здесь ничего нового для нас нету это так же как мы делали в кластеризации на МШаге в HMM на МШаге и так далее а потом опять вернуться сюда зафиксировать новые фи пересчитать пи и гаммы и так далее вот это ЕМ значит ЕМ обучение для ЛДА оно вот так будет работать что-то будет происходить в принципе в принципе точно так же просто можно устроить и полноценный БАЭСовский вывод полноценный БАЭСовский вывод для ЛДА для этого что нужно сделать давайте я просто скажу так не буду выводить все скажу что нужно сделать нужно теперь приближать P от Z тета и фи при условии альфа, бета и W данных приближать к распределениям Q которое содержит теперь Z тета и фи да и сделать вариационный вывод то есть повторить все то же самое только более еще более мучительно для Q у которого есть Z тета и фи вот для этого Q мы выписали для этого Q на самом деле просто это было бы гораздо муторнее писать потому что тут теперь не расщепляется по документу как бы тут теперь надо все-таки писать сумму по документам везде тут и сумму по и отдельно выписывать слагаемые связанные с фи но если это все сделать аккуратно то на самом деле все что мы сделали остается без изменений абсолютно единственное изменение теперь что вот тут вместо фи начинают появляться их лямбды соответствующие вот и эти лямбды появляются еще одно слагаемое с минусом в энтропии появляется слагаемое связанное с q от фи при условии лямбды и если это все аккуратно посчитать то получится просто на е шаге ну не на е шаге а просто новая формула пересчета лямбда тв она тоже абсолютно соответствует тому что мы делали здесь равна бета тв плюс вот эта самая сумма сумма по ж сумма по n до n житого а это до m w g n равно v на p g n вот ровно если сделать байсовский вывод получится ровно вот этот ем алгоритм только свернутый в одно и зацеплен где лямбда и пи опять зацеплены друг с другом и вывод здесь вывод здесь получается в точности значит такой же как и имен просто теперь мы типа повторяем поочередно там сначала пи пересчитываем потом гамма пересчитываем а потом лямбда пересчитываем подставляя новые значения пи там гамма лямбда по кругу потому что видите здесь участвует пи то есть мы не замкнутую формулу получили но получили формулу которую тоже надо итеративно пересчитывать вот вот такие дела то есть у нас получился на самом деле итеративно в смысле сначала пи гамма или как угодно суть в том что у нас смотрите у нас получилось некое уравнение чему равно пи но в нем участвуют гаммы получилось некое уравнение чему равно гамма в нем участвует пи а и и и лямбда тут тоже участвует тут вместо φ будут лямблы. И уравнение на то, чему равно лямбда, но в нем участвует π. То есть мы должны просто, грубо говоря, решить эту систему уравнений. Они, конечно, сложные, там какие-то дигаммы-функции, решить мы их не сможем, но можем методом Ньютона итеративно пересчитывать. То есть в предыдущей реализации LGA есть внешние итерации по EM и еще внутренние к пересчетам? Да. Именно так. А, слушайте, да, я это пропустил, пардон. Да, действительно. Я прошу прощения, я это не заметил сначала. Да, здесь же π и γ, и в исходном варианте, в ESM, тоже π зависит от γ, а γ зависит от π. Поэтому здесь это тоже пересчитывается итеративно. Пока не сойдется. Ну или хотя бы несколько раз. Вот. Так что вот такой получается алгоритм. Это вариационный вывод в LGA. Вариационный вывод в LGA. И давайте я вам его покажу. Он у меня даже реализован. Все для вас. Вот сейчас правда мне... А, да, я же перезагружался. Мне сейчас придется перезапустить немножко. Ну не страшно. Короче. Что я тут делал? Значит, у меня тут был какой-то... Так, сейчас. Я слишком крупный. Вот. Тут был какой-то... Какой-то я нашел корпус каких-то новостей. Wiki News. И тут какие-то, значит, новости. С текстом там и так далее. Вот. И я их, значит, лимитизировал. Вот. Лимитизация, напомню, это приведение слова к базовой форме. В русском это важно. Особенно если вы делаете что-то типа topic modeling, вам нужно как раз пообъединять слова максимально. Вы не хотите разные грамматические формы к разным темам относить. Потому что тема это про семантику все-таки. А вот, соответственно, я лимитизировал. Тут получается какая-то такая вот странная немножко фигня. Потому что здесь есть какие-то служебные там слова. Всякое такое. Но в целом... В целом выглядит нормально. Вот. Я тут делал какой-то припроцессинг. Делал какой-то припроцессинг. Еще тут есть классы. Потому что в этом примере я начинаю с наивно-байсовского классификатора и иду прямо вот по нашему... По нашей схеме. Значит, классы... Ну, я просто... Смотрите, тут есть у новостей не то чтобы классы, а тут есть метки. То есть, одна новость может относиться к нескольким категориям. Но это не суть важно. Значит, я просто взял там пять самых популярных... Не самых популярных, а я взял, типа, самые популярные, но такие, какие, которые будут отличаться. То есть, типа, политика и Россия, они, наверное, будут очень сильно перекрываться. Это большого смысла нам не имеет. Я взял те, которые перекрываются, которые поменьше перекрываются. И вот что я не буду повторять. Я не буду повторять лимитизацию. Я ее загружу из файла, потому что она, типа, занимает несколько минут. Все эти лимитизаторы работают очень долго. А дальше смотрите, что... Смотрите, что... Давайте я отпущу сначала, да? Потом буду объяснять. Дальше смотрите, что... Вот первое, что я хотел показать в этом практическом примере, это как реально выглядит там работа с наивным байсом, условно говоря. Смотрите. Во-первых, наивных байсов два разных. Мультиномиальные вернули. Это я вам объяснял в прошлый раз. Но вот что является прям важным, так сказать, гиперпараметром для наивного байса и вообще для большинства методов, простых методов работы с текстами, это размер словаря. И это прям важно. То есть, если у вас признаков слишком много, то будет жесткий оверфитинг, все будет плохо. Если признаков слишком мало, то будет просто плохое качество. То есть, вам надо как-то выбрать, какие слова вы будете использовать в качестве признаков. Сколько и какие. Там, может быть, наоборот, самые частые надо вырезать и так далее. Ну, в питоне это делается через какой-нибудь векторайзер. Векторайзер — это штука, штука, которая берет последовательность, например, текст, последовательность дискретных объектов, превращает в матрицу ноликов, ну, в one-hot представление, короче говоря. Не буду сейчас вдаваться в синтаксис, это можете сами почитать. Ну, смысл в том, что тут есть два параметра. Минимальная частота, minimal document frequency, df — это значит document frequency, и max df — максимальная document frequency. То есть, типа, это значит, что я говорю векторайзеру, бери в словарь только слова, которые встречаются не менее, чем в такой доле документов, но не более, чем в такой доле документов. То есть, смысл в том, что я отсекаю длинный хвост очень редких слов, но отсекаю стоп-слова, которые встречаются там в половине всех документов. Скорее всего, это какие-то или союзы предлоги, или популярные прилагательные, или местоимения, которые ничего семантически нам не добавят. Вот. Соответственно, смотрите, я тут для вас построил, нарисовал, посчитал прям целую табличку, как зависят результаты, а это, соответственно, качество на тестовом множестве просто. Вот я посчитал, как зависят результаты предсказаний от вот этих параметров mindf и maxdf, ну, то есть, опосредованно от числа признаков. И если это... Что-то плохо видно. Что-то надо перезапустить. Вот. И если это нарисовать, да, вот сейчас лучше, то видно, что тут на самом деле довольно хитрая, интересная структура. Да, то есть, видите, здесь где-то мин и max... Сейчас. Да, mindf по x, вот это маленькие числа, а maxdf большие числа по y. Соответственно, видите, если мало отрезать, то очень плохо. Это жесткий оверфитинг, там все будет зависеть от слов с частотой 1, 2. Если много отрезать, то опять становится плохо. А оптимум, он где-то здесь. То есть, отрезать типа по 0, 0, 0, 5 и вот там, ну, например, вот это я выбрал в итоге, maxdf 0, 0, 0, 5. То есть, ну, я выбрал 0, 0, 5, а не 0, 15, просто чтобы... Потому что результат примерно одинаковый, а признаков будет поменьше, все будет побыстрее работать. Вот. То есть, здесь, смотрите, здесь получается у меня 1020 слов получается, 4367 документов, опять это число меток, число классов. Алгоритм здесь пока что просто наивливается. Да, да, да. Это одна метка, да? Да, да. Это качество... Нет, это... Нет, пардон. Это наивный байс на 5 меток. А, ну я этого не сказал здесь. Да. На 5 меток я на самом деле сделал так, видите, максимум. Я сделал, типа, выбрал 5 меток, которые не особо пересекаются интуитивно и беру в качестве правильного ответа самую редкую из них. Типа, сам экот из тех, которые есть. Типа, если есть и политика, и культура, то берем культуру, она реже встречается. Это не суть важна, потому что это просто для иллюстрации. Реально я не классифицировать хочу. Я хочу делать топик модулинг. Сейчас мы к нему как раз доберемся. Вот. Значит, следующий этап. Смотрите, вот что я дальше хотел показать. Дальше. Следующий этап нашего... Боже мой. Следующий этап нашего... Пути долгого. Это... Е-м алгоритм для кластеризации. Е-м алгоритм для кластеризации, тоже основанный на наивном байсе. И посмотрите, какой он простой. Да, тут вообще ничего делать не надо. На Е-шаге мы считаем просто вероятности того, что то или иное слово находится в том или ином в классе. То-то или иное документ находится в том или ином классе. Чему пропорциональны эти вероятности? Они пропорциональны вероятности произведению вероятности каждого слова в соответствующем классе. То есть я беру эту матрицу вероятностей, я беру от нее логарифм, и я должен для каждого документа посчитать сумму этих логарифмов и умножить на... Ну, по тем словам, которые там есть. Да, умножить на счетчике этих слов. То есть, по сути, я делаю одно матричное умножение и получаю за это для всех документов. Очень круто. Но это пока не за это, это что-то пропорционально, и за это. То есть дальше я делаю нормировку. И это z в логарифмах, соответственно, нормировка тоже в логарифмах. Так надо, потому что в любом наивном биосе если делать нормировку не в логарифмах, то все чисто из-за ошибок округления сломается. А что я делаю на m-шаге? На m-шаге тоже суперпрост. Мне нужны вероятности того, что то или иное слово в том или ином документе не так, нужны вероятности того, что сейчас соображу, что мне нужно. Ну да, нужны вероятности того, общие вероятности того, какое слово в какому классу сколько принадлежит. то есть здесь я просто считаю счетчики сколько суммарно слов в том или ином классе встретилось. И сглаживаю, добавляю единичку, чтобы нулей не было. Вот. Получается, вот эта матрица вероятностей, она еще не вероятности, дальше ее надо нормировать, я ее нормирую. Здесь есть прямо без логарифмов, здесь это чистая матрица вероятности получилась. И все, возвращаю вероятность. То есть, вот как бы весь ЕМ алгоритм. Считаю новый Z, считаю новые вероятности, считаю логарифм правдоподобия и жду, пока правдоподобие перестанет меняться, пока не сойдет с этот алгоритм. Вот. А в качестве начального приближения беру просто, ну как я тут делал, я беру единички, беру случайно сколько-то документов, типа 5 умножить на темы, и там по 5 документов в каждую тему, в каждый класс случайным образом запихиваю. То есть, счетчики обновляю на их счетчике слов. И нормирую. Вот это типа моя начальная модель. Супер. простая. Дальше начинаю я алгоритм. Что-то делаю-делаю, вот куда-то сошлось. И теперь можно посмотреть, какие здесь есть. То есть, здесь как бы, ну, можно было бы, наверное, вероятности слов в темах посмотреть, но я сейчас долго буду это писать, не буду, уж ладно, я просто покажу документы, какие, какие документы с большой-большой вероятностью принадлежат тем или иным кластерам. То есть, смотрите, вот кластер номер 0, в воскресенье 4 декабря в Москве пройдут выборы Московского городского дома, выборов Московского городского дома, победу на выборах Московского городского дома. Начал вещание Russia Today и телеканал финансируется правительством. На выборах депутатов Хабаровской краевой думы, законодательное собрание Тверской области, Белоруссии продают президентские выборы. Понятно, о чем кластер, да? На Чукотке состоялись выборы в местную думу. Ну, только это вот как-то выбивается. Запущен первый демонстрационный спутник. Ну, окей. Вот. Первый кластер. 22 ноября в Бундестаге состоятся выборы канцеля. Тоже выборы, но смотрите, не в России и не в Беларуси. В пятницу на севере провинции Нинава была захвачена гражданка Германии. Президент Казахстана. Казахстан, не Беларусь, дальше от России, видимо. Были вручены Нобелевские премии. Это, конечно, тут не очень подходит, но, видимо, потому что король Швеции хвачал, что-то такое. Состоялись парламентские выборы в каком-то Е. Не знаю, в каком Е, что-то не так. Ну, в общем, явно не в России. Швейцарский суд принял решение экстрадировать. Шкода, Октавия, немецкий автомобильный концерн планируют построить в России завод. Штаб-квартира CNN в Атланте. Ну, вот, в Владивостоке не очень сходится. То есть, это типа что-то про заграницу. Кластер 2, фильм, цена продуктовой корзины, первый немецкий канал. Я думаю, это про какую-то прессу, СМИ, там, культуру, что-то такое. Хотя, а, ну, пресс-конференция Путина, да. Интервью. Окей, тут я не знаю точно, как интерпретировать этот кластер. Дальше опять какая-то зарубежная политика и дальше какая-то экономика. Видите, какие-то числа, европейская компания, там, Волга, запрет на добычу нефти. Дальше, да, экономика пошла. Причем и российская, и мировая. Ну, вот как-то так. То есть, понятно, что с метками лучше. Можно пересчитать, посмотреть, что-то изменится или что-нибудь. Значит, понятно, что с метками лучше. Это же полностью анси-провайст, но все равно какой-то смысл этого есть. Вот, Бундестаг, президентские выборы в разных странах, вообще выборы в разных странах, экономика, зарубежная политика, ну, понятно, короче. Что-то такое. Идем дальше. PLSI. Следующий шаг. PLSI. Это такой же EM-алгоритм, но теперь посложнее. Чем посложнее, давайте, запущу, пусть считается, сложнее тем, что теперь надо считать все счетчики по темам. То есть, теперь у меня тут прям много памяти жрет эта штука, и поэтому старался слова ограничивать все-таки. я должен считать счетчики NTDW для каждого документа, сколько там слов в каждой теме, и обновлять в соответствии с NTDW, обновлять счетчики NDT, NT, NWT. Ну, NT можно было бы не обновлять, это просто сумма NDT по D, ну, ладно, написал все три, написал. вот, а, значит, на M шаге все еще проще, просто эти счетчики, сколько слов W попало в тему T, и сколько раз тема T попалась в документе D, их надо просто отнормировать, и получатся новые матрицы FI и T. Вот весь PLSI. То есть, ну, опять же, понятно, я, конечно, упрощаю в том смысле, что я на самом деле довольно долго возился, чтобы написать правильно вот эту строчку, да, надо понимать, какие у какой матрицы размерности, правильно ее там перетранспонировать, если надо, и тут, ну, это не очевидно, да, то есть, надо помучиться, но в итоге получается быстрый, нехитрый алгоритм, который действительно что-то там как-то действительно как-то движется. Вот, и здесь уже я слежу не за, здесь уже я слежу не за каким-то там правдоподобием, хотя можно было бы и так, здесь я слежу за сходимостью матриц FI и T. То есть, я просто считаю, типа, L2 норму разности FI и TETA старых и новых и смотрю, когда они перестанут меняться, тогда останавливаюсь. И, кстати, что интересно, пока не перестали. Ну, вот смотрите, как это, кстати, выглядит. Я начал с каких-то случайных FI и TETA, ну, да, случайных FI и TETA, то есть, это вообще случайные числа, просто от нуля до единицы, которые потом нормировались, я отнормировал как надо. И дальше я вот делаю этот ем алгоритм, смотрите, сначала мы что-то быстро меняемся, даже начинаем быстрее и быстрее меняться, а потом, конечно, начинаем сходиться куда-то. То есть, сходимся, 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 блин, ладно, давайте, пока, пока буду говорить дальше, запущу, да, тоже обучаться, пусть, пусть оно, пусть оно, пусть оно поработает. А я вам пока расскажу, как LDA реализуется. Значит, LDA, я здесь написал вывод, вот так, как я вам его рассказывал, с внутренним EM, и внутренним EM, да, значит, внутренним EM по P и гамма, правильно, и внешним EM по FI, вот так, как я сначала объяснил, да, то есть, смотрите, тоже случайно инициализируем FI и THETA, вводим альфу как 2 делить на число тем, ну, тут это просто технически, там, длины документов, там, еще что-то, счетчики слов, и вот смотрите, что здесь происходит, на каждом шаге, логарифм FI типа зафиксирован, я инициализирую гаммы и P, гаммы нулями, P нулями, а гаммы случайно, и на каждой итерации делаю следующую вещь, считаю D гаммы функции, их лучше считать отдельно сразу все, потому что их долго считать, они сложные функции, вот, вот там, там закончилось, ладно, давайте уже сначала здесь, потом считаю P, вот эти P, G, N, T, которые мы считали, тут они в немножко матричном виде получаются для каждого документа, потом пересчитываю новые гаммы, считаю, тут даже нормировать не надо, гаммы это параметры распределения деревьев лет, нет нормировки, считаю, насколько там чего осталось, и когда перестает меняться, останавливаюсь, выдаю гаммы и P, матрицу гаммы и матрицу P, даже такой не матрица, а список матриц, для каждого документа своя матрица, P, ну и тут это именно не трехмерный тензор, не трехмерная матрица, а именно список, потому что для разных документов этих матриц разный размер, вот, соответственно, когда это все заканчивается, этот внутренний цикл, у меня получаются гаммы и P, и вот они, да, значит, гаммы и P получились, дальше я обновляю FI, тоже суперпросто, я просто считаю счетчики, нормирую, возвращаю FI, тут совсем просто все написано, и опять жду, пока FI не перестанет меняться, пока матрица FI не перестанет меняться, сейчас это, наверное, произойдет, ну вот, пока это не произошло, возвращаемся к PLS, давайте посмотрим, что у нас получилось, я на самом деле предупреждаю, скорее всего, на этом очень маленьком и простом дата-сете не будет видно там существенной разницы между PLS и LTA, я просто хотел показать, как это все имплементируется, что это не так уж сложно, но темы, по идее, вполне разумные, вот смотрите, сколько я тем выбрал, уже забыл, тем я выбрал 10, то есть классов было 5, а тем 10, давайте посмотрим, какие темы, первая тема, участок проголосовать КПРФ, Газдумы, ЛДПР, понятно о чем? по-моему, интерпретируется неплохо, вторая тема, D0, D1, Википедия, BE, B8, B0, понятно о чем? ну понятно о чем, это мусорные слова, которые, видимо, ну какая-то разметка Википедии или что-то такое, следующая тема, рубль, Apple, нефть, устройство, космический завод, Samsung, смартфон, понятно о чем? абсолютно понятно, какая-то, значит, мировая экономика, следующая тема, премия, чемпионат, фестиваль, культура, наука, гости, Торстан, лауреат, концерт, понятно, абсолютно понятно, но тут, видимо, спорта, культура в одно смешались, а? Пожар, говорю, особенно клад. Пожар, это или это случайность, ошибка, или это не случайность, а это случайность в датасете, то есть, может быть, там был, не знаю, пожар в концертном зале, и это было 20 новостей, ну, например. следующая тема, Израиль, ядерная, Обама, Турция, Иран, договор, ЕС, понятно? Все понятно. Следующая тема, ООН, Грузия, Украина, резолюция, Беларусь, Клинтон, Беларусь, Абсолютно четко. Следующая тема, самолет, взрыв, улица, Пхутта, автомобиль задержать. Ну, какой-то терроризм, да. Бедный Абиназир, Пхутта, не знаю, при чем здесь, но, видимо, в Пакистане что-то тоже случилось. Следующая, конечно, ваш, но когда так начинается, понятно, что это, скорее всего, мусорная тема, почему-то она про Грузию, но она, на самом деле, наверное, не про Грузию, она просто про общие слова, которые, так получилось, что не отсеялись нашими трэш-холдами. Ну, следующая тоже, видимо, мусорная тема. Вообще, в LDA и PLSI особенно мусорные темы всегда есть, их надо просто принять как данные и тем задавать немножко больше, чем вы ожидаете разумных тем. То есть, если я ожидал 5 разумных тем, я задал 10, чтобы было куда сложить мусор. Потому что мусор-то все равно есть, вы не можете все отфильтровать, так что только симметически важные слова останутся. В теме 8 и в теме 9 встречаются слова «фильм». Это нормально с вами повторяться? Да, абсолютно нормально, потому что это... Ну, тут тоже, может, и есть смысл этой темы, но давайте считать, что они обе мусорные. Смотрите, это не совсем те вероятности. То есть, это невероятность, как бы... Смотрите, вот, да, кстати, это важный момент. Давайте я прокомментирую. Есть... Тут есть разница довольно большая между условными вероятностями в две разные стороны. И те, и те имеют смысл. То есть, вот то, что здесь, это матрица «фи». Это вероятность получить слово «фильм» в теме 8. То есть, видите, они маленькие, это маленькие числа. То есть, это как бы вероятности граней кубика, у которого столько граней, сколько слов. Вот, поэтому там 0,01 это очень большая вероятность, потому что всего грани у этого кубика несколько тысяч. Вот. И, как бы, среди этих вероятностей абсолютно нормально, что в топе у разных тем одни и те же слова. То есть, фильм – частое слово. И оно, типа, оказалось так, что оно, видимо, на темы там плохо разложилось, не выделилась отдельная тема, про кино. может быть, может, девятое, так, ну, не знаю, сложно сказать. Вот, поэтому слово фильм – это довольно популярное слово, которое встречается в мусорных темах. Как слово Википедия, например. Вот. Это, видимо, нормально. Но можно было бы сделать по-другому. Можно было бы посчитать, и это тоже разумно, и может быть, даже с точки зрения интерпретации и более разумно, можно было бы сортировать не по П от Т при условии, не отмече, П от В при условии Т, а по П от Т при условии В. Кстати, да, это на самом деле для понимания интерпретации тем, это даже, наверное, важнее, просто я этого не написал, сейчас опять не буду уж там пять минут тратить и возиться с этим. но, что будет говорить П от Т при условии, будет говорить, насколько вероятно тема та или иная при условии данного слова. То есть, теперь уже не может такого быть, что фильм в топе у нескольких тем сразу, а фильм, скорее всего, будет в боттами, потому что фильм не будет задавать конкретную тему, фильм будет давать примерно равномерное распределение. А задавать конкретную тему будут слова, которые специфичны для этой темы. То есть, да, если вы хотите, и тут я скорее смотрел, просто показываю матрицу фи, но если вы хотите именно интерпретировать темы и там, какие слова на какие темы указывают, то лучше смотреть не на фи, а вот на эти обратные условные вероятности. То есть, типа, перенормировать фи не по срочкам а по столбцам, по-моему. По-моему, этого достаточно, хотя так сходу может соврал, но, по-моему, надо просто пересчитать по столбцам. Вот. То есть, если сделать ПАТ-Т при условии, то там топ в теме 8, это будут, типа, те слова, после которых наиболее, которые сообщают больше всего информации в пользу темы 8. Вот такая семантика. Вот. Ну, тема 9, короче, видимо, это скорее мусор, но выделились как раз примерно 5 очень хороших тем, которые имеют чёткий смысл. Вот. Что у нас в ЛДА получается? В ЛДА мы... А, ну, тоже уже всё обучилось. Вот мы сделали этот двойной цикл. И тоже рисую матрицу ФИ. Скорее всего, она не будет сильно отличаться. Может, даже хуже будет. Сейчас посмотрим. Значит, ну, первая тема мусорная про Википедию, вторая тема про какую-то прокуратуру, но почему-то тоже наполовину мусорная. Ну, дальше вот пошли нормальные темы. Оппозиционеры собрались на улице, и полицейские задержали сторонников оппозиции привлекли левых активистов, привлекли их к ответственности. Прямо нужно предложение написать. Произошла авария в Японии. Взрыв... Ладно, не буду придумывать. Короче, много пострадало. В радиусе километра произошли разрушения. Что-то случилось нехорошее, короче. А, Грузия все-таки имеет какой-то смысл отдельный. Да, значит, Грузия подписала какой-то договор в ООН. Ну, вступила в ООН она давно, это не может быть, но, типа, что-то случилось в ООН или в ЕС с Грузией. О, вот, пожалуйста, это про культуру, точнее, даже, наверное, про кино. Хотя, может, про театр тоже. Премия, шоу, ребенок, фильм, лауреат, искусство, актер, и так далее. Ребенок, это может быть, знаете, это может быть результат лимитизации, там, слов детский фильм, например, или что-то в таком духе. Тут, как бы, побольше мусора, но посмотрите, тоже абсолютно четко. Арабский, Аль, Израиль, Сирия, Турция, Иран. BBC тоже, в принципе, понятно, почему здесь. Кризис, нефть, опрос банк, The Times, все четко. О, есть наука, исследования, ученые, научный университет, космическая разработка. Мобильное устройство Apple продажа, маленький специалист. То есть, посмотрите, ну, конечно, повезло, наверное, я, по-моему, когда я сам это запускал, такого четкой картины не было, могло не повезти. Но, так получилось у меня сейчас, что, действительно, тема в ЛДА прям заметно лучше и интереснее, чем тема в PLSI. То есть, тут, про, про актерство, вроде бы, ну, вот, что-то такое с мусором, типа чемпионата из Татарстана, непонятно, да? Вот, про Apple тоже все смешалось вообще с экономикой. Ну, не про Apple, ну, да, про Apple, про мобильное устройство, все смешалось с экономикой общей. Ну, про политику четко выделилось, про Ближний Восток тоже четко выделилось, все нормально. Ну, а здесь, видимо, это вот то, что там была Грузия ООН, тоже это одна и та же тема. Ну, и тоже про эти самые теракты, там было как-то яснее. да, тоже была тема про теракты, но она как-то прям гораздо более четко получалась вот эта. Не про теракты, про, ну, короче, про аварии крупные. Может, может, теракты, может, аварии, тут не поймешь. Ну, там, там, не поймешь. Вот. Вот такая история. Значит, это по поводу вариационных приближений. Я прям не знаю, есть у вас еще силы меня слушать, или давайте закончим. А что еще можно послушать? Видите ли, это только половина дел. Ну, ладно, это, конечно, большая часть дела. Но в ЛДА, как, собственно, чем так так хороший, интересен этот пример, как учебный пример, в ЛДА имеют полный смысл не только вариационные приближения, ну и сэмплирование по ГИПСу. И это тоже хороший алгоритм вывода, я его, правда, не поленился запрограммировать, но это тоже хороший алгоритм вывода, и когда вы читаете статьи, например, про расширение ЛДА, там, как правило, типа, половина будет расширять и делать вариационный вывод, а половина будет расширять и делать сэмплирование по ГИПСу. Ну, то есть, типа, вариационный вывод на самом деле, как правило, лучше работает, но иногда он просто не получается. Иногда, если вы делаете расширение, там какие-то сложные зависимости, сложные распределения, и типа трудно сделать такое вариационное приближение. Там надо математикой заниматься. Расширение — это, в смысле, какое-то усложнение модели? Да, расширение — это усложнение модели. Например, давайте я какой-нибудь пример приведу. Например, author topic model. Предположим, что ваш датасет — это научные статьи, и у научных статей есть авторы. Ну и, как правило, по несколько. Поэтому получается, что можно попробовать добавить этих авторов в выделение тем. То есть у каждого автора будут там свои любимые темы, на которые он пишет, будет свое автор — это распределение на темах, и, соответственно, распределение тем в документе будет не отдельным от этой в каждом документе, а это будет это распределение будет складываться из распределения авторов. То есть, ну, так, если формально, будет глупо звучать, но тут все глупо звучит, если формально. Формально мы кидаем кубик, какой автор написал какое слово, а потом из его распределения тем берем слово и тему. Вот. Ну, это пример довольно простого расширения. Пример более хитрого расширения — это что, если тема эволюционирует во времени, например. То есть у нас все эти фи и теты получаются типа с индексом т еще. Ну, это не т, а т, это тема, ну, короче, по времени еще. И с индексом тау. И время может быть дискретно, а может быть даже непрерывным, но это уж ладно. Даже в дискретном времени, то есть получается, что у нас как бы идет такой... Документы тоже тогда должны обладать таймстемпами, вот. Но смысл в том, что когда мы идем от таймстемпа к таймстемпу, мы хотим, типа, чтобы фи... Чтобы фи менялась не слишком сильно. Потому что, ну, если бы была какая-то непрерывность. Тоже прикольная тема. Называется, там, по-моему, Topics Overtime. Или как-то так. И там получаются прикольные результаты. Типа, там можно если взять, опять же, научные статьи и сделать topic modeling, скажем, на абстрактах научных статей, не знаю, в Nature за сто лет последних, то там прям видно, как, например, менялась тема про нейробиологию. Что там сначала были какие-то нервы в топе слова, там нервы, электричество, сигналы. Вот. Потом потихоньку, значит, появляются нейроны, потом, значит... А потом все это уходит в какую-то когнитивистику, и про нервы, сигналы, электричество уже никто ничего не пишет. Вот. Но все это, типа, непрерывная эволюция. То есть это такой процесс, который можно проследить. Одна и та же тема. Вот. Тоже интересно. Ну, короче, есть многое. Есть миллион разных расширений этих моделей. Как правило, расширения связаны с дополнительной информацией. То есть вы, типа, что-то знаете еще, не только слова в документах, хотите этим чем-то воспользоваться. Например, вы знаете timestamp, или вы знаете авторов, или вы знаете какие-то связи между документами. Таких тоже много моделей. Ну, что-то такое. Вот. Кстати, давайте я гляну, может, у меня слайды про это есть. Потому что это как раз хорошо на слайдах. Я могу показать. Так, где мои слайды? Вот. Давайте посмотрим, что у меня есть. Ну, это я вам все рассказывал. PLSI, LDA. Это картинка про LDA красивая. Это вот вариационные приближения. То, что я вам рассказывал. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. А это вот тут я все-таки выписал сюда эту формулу с 5-ю слагаемыми, самое главное. ЕМ-алгоритм, тра-ля-ля. Вот цемплирование по ГИПСу, то, что я вам пока не успел рассказать. А, слушайте, есть. Смотрите. Например. Я просто, ну, не буду поглубляться, но я сделаю мини-обзор, какие бывают расширения. Бывают коррелированные топотические модели. Когда, значит, смысл в чем? У нас в базовой LDA все темы независимы и никак не скоррелированы. Но на самом деле, конечно, в жизни многие темы похожи, вот как у нас там были темы про политику, например, целый куст. И мы можем просто вместо распределения Дерихле подставить какое-нибудь другое априорное распределение, которое будет более выразительным и которое будет уметь моделировать, скажем, корреляции между темами, что там эти две темы, например, близки, значит, они, их матрица Тета похожи. Или там они делят слова. А те темы не близки, их матрица Фи похожа. А те темы не похожи, у них матрица Фи, наоборот, далеко должна быть с вектором Фи. Вот. И скорее всего, кстати, там никакого вариационного вывода не получается. Окей, ладно. Там получается вариационный вывод. Можно делать вот, значит, другое расширение интересное. Это вот такие марковские тематические модели. Смотрите, какая прикольная штука. Предположим, что у вас есть несколько разных корпусов. Ну, например, там корпусы научных статей, которые все научные статьи, но на разные темы, там, из разных источников. или один корпус научных статей, а другой корпус новостей про науку. Они, ну, типа, примерно про одно и то же, но написаны совсем разным языком. Что-то в таком духе. И вы хотите выделить общие темы, ну, просто темы в них выделить. Тогда логично сказать, что в этих корпусах темы как бы разные, потому что они отличаются, но, по сути текстов, но они при этом как-то связаны. То есть, видите, вот матрицы фи, они имеют какую-то общую связь через, в данном случае, через какое-то марковское случайное поле. Это довольно все сложно и мучительно, в подробности вдаваться не буду, но вот, типа, можно выразить такие связи. Реляционная тематическая модель, ну, это примерно то же самое, только там будет связь между документами, скорее. Если есть структура, какая-то структура на документах и вы знаете, что там эти документы, они, я не знаю, это, то есть, опять же, смотрите, в базовом ЛДА все документы независимы, а может быть у вас, например, там датасет имейлов, и вот там все имейлы между двумя конкретными людьми понятно, что имеют что-то общее и, наверное, у них темы тоже близки могут быть, могут не быть, но это тоже можно в модель как-то добавить, можно сказать, что вот там, если мы знаем какую-то априорную связь между документами, мы можем добавить априорные распределения, которые будут говорить, что в них похожие темы этих документов. Про время, ну я уже сказал про время, то есть, вот Topics Over Time, ну типа, как она генерируется, вот смотрите, какая у нее модель, начинается так же, из бета порождаются фи, из альфа порождается тета, но еще есть пси, пси это распределение таймстемпов, то есть, у нас документы, они имеют там типа дату выхода, и тогда, когда мы внутри каждого документа, мы типа накидываем его тему из тета, а, нет, пардон, это, я перепутал, вот то, что я вам рассказывал про Nature и как там эволюционировало, это по-другому называется. Topics Overtime это модель, в которой мы хотим, у нас есть, например, набор новостей за какой-то период, и мы хотим посмотреть, как во времени распределены темы, то есть, мы не хотим сказать, что там тема терактов эволюционировала от 9.1.1 к взрывам, где там еще были, и так далее, мы хотим сказать, что вот была тема про 9.1.1, и она была локализована во второй половине 2000 года. Вот, 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 вот в этом смысл. То есть, здесь, скорее, у каждой темы есть еще распределение таймстемпов, насколько она, эта тема, где, где, документы, в какой момент она скорее порождает. И здесь просто, ну, поскольку LDA спускается на уровень слов, и типа каждое слово из своей темы порождается, получается, что мы берем таймстемп документа и как бы копируем его для каждого слова этого документа, и получается, что это слово породилось вот в этот момент времени, вот это слово породилось в этот момент времени из этой темы. И из этого обучается еще и вот Psi, то есть распределение тем во времени. То есть, какие темы когда были популярны. — Да, а вот то, что я говорил про Nature, вот это... — Почему таймстенпов скопированы? — Да, потому что в ЛДА у нас у каждого слова своя тема, и если мы хотим сгенерировать, ну у нас есть документ на три темы, который вышел в октябре 2000 года, это значит, что все эти три темы, ну типа, повышают свой вес в октябре 2000 года, тут все четко, то есть как бы у нас единица является слово, и вот теперь слово — это снабжено таймстенпом. — Нам же надо как-то контролировать, что внутри одного документа таймстенп одинаковый. — Так это просто данные, мы ни в какой момент их не генерируем, мы просто берем таймстенп документы, и это данные для каждого его слова. — Ну то есть ничего страшного, что у нас как-то в модели никак не включено, что они должны быть в октябре? — Нет, не страшно. В смысле, ну это вообще не важно. То есть если вы хотите, вы можете добавить в них случайный шум, чтобы они были разные, ничего не изменится. — Ну то есть это, смотрите, это могло бы быть страшно, если бы вот это psi было бы каким-то супер выразительным, если бы оно могло обучиться, говорить что-нибудь типа, а вот эта тема сосредоточена прямо в этот день, потому что там было 20 слов в этот день. — Вот. И чтобы она там обучалась, не знаю, как сумма дельта функций в отдельные дни. — Но нет, конечно, psi — это довольно гладенькое распределение, какое-нибудь нормальное или что-то в таком духе по времени. — И, конечно, там ему неважно, точно ли совпадают у него данные или не точно. — Вот. А вот то, что я говорил про Nature, да, пардон, это называется динамические тематические модели, Dynamic Topic Models. — Ну здесь ведь тета меняется со временем, бета меняется со временем, но бета еще меняется не слишком сильно, то есть оно смотрит на предыдущую бету. — Вот. Бывают supervised lda, где есть еще какие-то переменные, которые мы хотим научиться предсказывать. — Бывает еще какой-то supervised lda, бывает еще много всего. — А бывает, значит, taglda — это обобщение, в котором слова бывают разных видов. То есть представьте, что у вас есть какая-нибудь статья на сайте, и там есть обычные слова, а есть слова, которые типа теги этой статьи. Теги — это тоже слова, они тоже в словаре встречаются, и все нормально с ними, но понятно, что теги важнее, то есть или там заголовок статьи. Понятно, что слова из заголовка, они больше информации сообщают про тематическое содержание, чем просто случайные слова из статьи. Их надо как-то там учесть отдельно или учесть другим весом, или что-то такое. Это вот про taglda. Не буду вдаваться, как это делается. — Author topic models тоже я вам уже рассказывал. Вот тут есть отдельно авторы, теперь teta есть у автора, и teta авторов, а teta у документов — это не распределение темы, это распределение авторов. И z смотрит, значит, на тему, какую ему надо. Вот. А, ну и вот видите, в author topic model там было как раз сэмплирование по гипсу. Тоже там по-другому. А есть большой класс моделей, которые делают, моделируют еще что-нибудь. Например, вот есть большой класс моделей про сентимент. Я говорил вам про сентимент-анализ — это то, насколько позитивное или негативное высказывание этот документ делает. И вот, ну, например, базовая модель GST — Joint Sentiment Topic Model. Здесь смотрите, как получается. Вот картиночки усложняются постепенно, да. Здесь получается, что... Боже мой. Здесь получается, что есть отдельное распределение тональностей для документа. Ну, оно как бы, как правило, будет получаться довольно перекошенное. Типа, документ позитивный или документ негативный. Ну, типа, обычно считают три тональности — плюс, минус и нейтральный. И π — это, соответственно, кубик на три грани. Вот. Из них кидается сентимент каждого слова — это скрытая переменная. Сентимент каждого слова влияет на порождение темы этого слова тоже. И сентимент также влияет на порождение конкретного слова из этой темы. То есть сентимент влияет на всё тут в процессе. Ну и дальше это как-то обучается тоже с амплированием по гипсу. И дальше это всё как-то усложняется. Вот. Не усложняется, а улучшается, я бы сказал. Асум — Aspect Sentiment Unification Model. Тут, смотрите, тут в чём отличие? Вот я просто для примера разберу эту последовательность про сентимент. Тут в чём отличие? Тут теперь... Как было раньше? Сейчас. В чём отличие? А, да, пардон. Тут теперь сентимент один на весь документ. То есть раньше у нас сентимент для каждого слова генерировался. Теперь сентимент генерируется отдельно на весь документ. Вот это, извините, ошибка у меня на картинке. Z, конечно, отдельная для каждого слова. Очень естественно. Но сентимент один на весь документ. Что такое плашки с буквы S? Это по сентиментам. То есть теперь у нас в каждом сентименте свой набор тем. Вот так вот. То есть, ну, сентиментов здесь типа два или три. Или плюс-минус, или плюс-минус нейтрально. Вот. Вот такие дела. А, нет, 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 простите. Нет, простите, всё правильно нарисовано. Z тоже общий. Да, извините, я немножко зарапортовался. Нет, всё не так. Тут ещё делается дополнительное предположение, что каждый отзыв, или там каждый абзац в отзыве, или каждое предложение в отзыве посвящено одной теме. Это расширение называется sentence LDA. Типа тоже очень логично, что темы не меняются туда-сюда в пределах одного предложения. Будем считать, будем генерировать один Z для всех слов одного предложения, например. То есть это типа учёт дополнительной информации о том, какие слова стоят рядом в документе. И мы говорим, что они, наверное, принадлежат одной теме. Можете в какой-нибудь картинке по всей переменной искать, что это такое, чтобы было понятно? Да, наверное, могу. Хороший вопрос. Могу ли? Ну, давайте попробуем. Так, сейчас вот я соображу. Соображу. Ну, да, давайте здесь. Значит, смотрите. Альфа и бета – это гиперпараметры, и гамма – это гиперпараметры для кубиков π, θ и φ. Значит, π – это кубик на сентимент, то есть кубик с тремя гранями вероятности. D – это плашка по документам, по данным. Значит, да, M – это число предложений в отзыве D. Ну, предложения условно, там может абзацы, может там части, как это организовано, от датасета зависит. Ну, условно, M – это число предложений. Для каждого… Погодите, что такое вот от альфы идет стрелка в плашку с S? Это значит, что распределение θ на кубике, на этом кубике будут генерироваться с гиперпараметром альфы и с распределением directly с параметром альфы. Что такое эти θ? А? Что такое здесь эти θ? θ – это распределение тем в документе. Так же, как всегда. θ всегда одно и то же, значит. И φ всегда одно и то же. Почему они S, да? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Значит, теперь смотрите. Для каждого документа есть… То есть, как бы, в чем здесь смысл этой модели, в чем отличие? Есть смысл этой модели в том, что темы специфичны для каждого сентимента. То есть, мы хотим из корпуса… Ну, например, тут главный пример – это обзоры пользователей на какие-нибудь товары. У нас есть большой корпус обзоров пользователей, и мы хотим… Что мы хотим? Мы хотим выделить аспекты с позитивным сентиментом, темы с позитивным сентиментом, мы хотим выделить темы с негативным сентиментом, мы хотим выделить темы с нейтральным сентиментом. То есть, получается, что… Боже мой, что получается? Как бы, мы хотим получить отдельный набор тем… Видите, здесь тоже плашка PS. Отдельный набор тем, как бы, положительных, тем отрицательных и тем нейтральных. Интуиция в том, что, может быть, если повезет, то корпус будет достаточно большой. Мы увидим, что, например, положительная тема – это, там, не знаю, про дизайн нашего продукта. Значит, с дизайном все хорошо. А отрицательная тема – это, там, про производительную. Значит, надо новый процессор туда ставить. Вот что-то такое. Вот. Если мы хотим, типа, различать позитивные отзывы начальники и негативные отзывы начальники? Не просто. Вот в том-то и фишка. Мы хотим… Вот как бы просто позитивные и негативные отзывы начальники отличать – это другие модели, они попроще. А здесь мы хотим сделать так. У нас есть отзыв на чайник, и там написано буквально следующее. Купил вчера чайник. Точка. Греет замечательно. За две минуты может скипятить пять литров воды. Точка. Но выглядит как говно. Точка. Вот хочется эти три предложения. Подсказать, что у первого предложения сентимент нейтральный. Ну, купил и купил. У второго предложения сентимент положительный, и он про, там, не знаю, технические аспекты. У третьего предложения сентимент отрицательный, и он про дизайн. Про то, как выглядит. То есть, в итоге хочется, чтобы из одного и того же отзыва можно было вычленить и что конкретного имеется в виду, что хорошо, и что конкретно имеется в виду, что плохо. А не просто, что его общая оценка 6 из 10. Я имел в виду, что у нас как бы вот темы разделены, и у нас как бы позитивные слова прощайника и негативные слова прощайника, это как бы разные темы. Это разные темы, да. Здесь нет никакого противоречия, потому что эти темы могут иметь одни и те же слова. Это нормально. Как я вот выше, мы как раз мне вопросы задавали. Да, в разных темах могут быть повторяющиеся слова, это неважно. В смысле, здесь скорее всего так и будет. То есть, очевидно, что слово чайник, оно будет во всех темах, так или иначе. Вот. Но важно-то будет как раз потом посмотреть на них глазками и увидеть, чем они отличаются на самом деле. Вот. Вот. Соответственно, смотрите, здесь... Давайте тогда отсюда начнем. Здесь бета и фи свои для каждого сентимента, получается. Ну, бету можно было бы снаружи написать, неважно. Бета – фиксированный гиперпараметр. Вот. А фи, вот оно внутри двух плашек, да. То есть, как бы свой вектор для каждой темы и свой вектор для каждого... И своя матрица для каждого сентимента. И так же здесь получается. То есть, для каждого отзыва как бы есть один... Вот. Вот. Смотрите, здесь прям интуитивно четко. Есть один набор тем, про которые он будет писать позитивно. Другой набор тем, про которые будет писать негативно. Третий набор тем, про которые будет писать нейтрально. Понимаете? И потом, когда мы начинаем порождать... Дальше мы порождаем очередное предложение отзыва. Значит, мы генерируем сентимент этого предложения. L – это сентимент. Плюс, минус, ноль. Дальше. Дальше. При помощи L мы смотрим, какой из этих кубиков кидать. Выбираем, кидаем. То есть, какую тему будет это предложение раскрывать. Ну, условно говоря, для этого отзыва мы сказ... Ага. Да-да. Это там как-то нормально расцеплено? Ну, то есть, вот у нас в Z входят стрелочки от всех сентиментов, но при этом value фиксируется. То есть, там... Ну, смотрите. Стрелочки означают, что Z зависит и от это, и от эль. Ну, конечно, зависит. Но в реальности, когда вы определяете модель, вы пишете конкретное распределение, и конкретное распределение здесь выглядит так. P от Z равно чему-то — это результат броска кубика тета, но именно того кубика, на который укажет значение переменная L. Так же, как дальше со словами у нас. Вот. Ну, и так же дальше. То есть, дальше... Вот тут я, честно, не вспомню сходу, что, значит, вот эта стрелочка, зачем она тут? Казалось бы, мы уже выбрали тему. Ну, а, ну, окей, да. То есть, мы выбрали тему, и дальше мы генерируем слово с этой темой, с этим сентиментом. Ну, да, правильно, с этим сентиментом. То есть, вот она... Здесь тоже нужно выбрать тему именно с нужным сентиментом. То есть, как бы, есть... Не знаю, про компьютер. Может быть, одна и та же тема условно-семантически про, там, не знаю, его быстродействие, но если эта тема с положительным сентиментом будет там быстро и мгновенно летать, что-нибудь такое, а с отрицательным будет медленный тормозит черепаха и так далее. Вот. Хотя и те, и другие, и та, и другая будут иметь кучу общих слов, типа, там, гигагерц, гигабайт и так далее и тому подобное. Память процессов. Она разве... Разве она взят уже не выбрана? Какая она из двух моих стрелок? Вот я это запамятовал. Надо посмотреть в... Посмотреть в статью. Я, конечно, так сходу не вспомню. Но либо темы совсем разные. Тогда стрелочка не нужна. Мы просто уже выбрали какая, да. Либо все-таки они имеют что-то общее. Просто для разных сентиментов отличаются. И надо, типа, здесь мы выбираем номер темы. Ну, то есть, и то, и другое имеет смысл. Типа, может быть, мы хотим выделить тему, а там, про... Вот это предложение будет про быстродействие компьютера. Тогда вот это значит, насколько вероятно, что тема про быстродействие компьютера встретится с положительным или отрицательным сентиментом в этом отзыве. То есть, типа, тут мы генерируем, чуваку понравилось быстродействие или нет? Если понравилось, тогда, значит, тема про быстродействие будет иметь большую вероятность в тета, который с плюсиком, и маленькую вероятность в тета, который с минусиком. То есть, тут тета все равно разные, хотя тема одна и та же. Ну и дальше тогда понятно, что мы тоже здесь должны таскать слова из этой темы, но из этой темы с плюсиком, а не с минусиком. Это нам тоже говорит Эль. А если там темы прям просто буквально разные обучаются и независимые, то тогда, конечно, эта стрелочка уже не нужна. Я часто не помню. Вот. Такие дела. Ну вот, вроде все объяснил. А дальше так же, как лда. Дальше мы имеем z для каждого предложения. А, ну не совсем как лда, дальше как sentence лда. То есть, мы имеем z для каждого предложения и сентимент для каждого предложения. Ну и просто раз повторяем, кидываем слова из заданной темы с заданным сентиментом. Вот. Такие дела. Такие дела. Можно дальше продолжать. Вот USTM. Что тут еще? А, еще метаданные для пользователя. Пользователи разные. У них бывают теги, типа там пол, возраст, место жительства. Это все можно тоже учесть и сказать, что там 16-летним девочкам из Алабамы очень нравится фильм Андрея Тарковского «Сталкин». И они в своих отзывах выделяют его прекрасные долгие планы. Вот. Но, да, короче, это становится еще сложнее, конечно, еще больше нужно данных и так далее и тому подобное. Но, что интересно, обучается, вот как бы в чем прелесть отчасти этих всех тематических моделей. Мы можем добавить много всякой фигни, прям сложной, интересной, с большими зацеплениями там и так далее. Но реально математически больших сложностей не будет. То есть вот сэмплирование по гипсу, например, оно, как правило, без проблем обобщается на всякие такие расширения с дополнительными переменами. Его может быть сложнее обобщить на какие-нибудь вот такие расширения, где тут какие-то связи между гиперпараметрами. Тут, да, тут по гипсу, может быть, наоборот, не будет работать, надо вариационно настроить. Но когда мы просто добавляем что-нибудь новенькое, типа авторов или там timestamp или еще что-то, сэмплирование по гипсу прям милое дело расширять, но я не буду говорить как, потому что я вам про него не рассказал. Вот. Ну и, кстати, вот, смотрите, это примеры тем из то ли JST, то ли Asun, наверное, из Asun, потому что, видите, тут сентимент делится на... Темы делятся по сентименту, и у каждого сентимента своя тема, и вот, и мы видим, ну, понятно, это на этой самой, на базе обучено отзывов про рестораны, Соответственно, мы видим, что... Что мы видим-то? Мы видим, что вот, ну, например, видите, вот в первой теме нейтральный сентимент, что просто еда, позитивный, приятная атмосфера, уютный вечер, негативный, там, сервис, не обращать, обслуживать уровень. Ну да. Ну и так далее. То есть, получается прямо... И можно даже выделить прямо отдельные аспекты и посмотреть на сентимент, как бы, глядя на аспект, который тоже задается, например, словом, можно выделить, какие слова дают положительный или отрицательный сентимент для этого конкретного аспекта. Это тоже круто, и это без дополнительного моделирования сентиментов, конечно, не получится. Там прямо было, что в позитивной есть цена и низкий, а в негативных цена и высокий. Может быть, может быть, почему нет. В обычном слайде, там, внизу. Да, вот, видите, цена небольшой, цена высоко, ценник высоко. Ну да, как-то так. Тут, конечно, не поймешь, потому что небольшая цена – это хорошо, а небольшая порция – это плохо. Поэтому это, конечно, так не скажешь. Но, в целом, видите, и большой, и небольшой встречаются в позитивном сентименте. Потому что, да, видимо, большая порция – это хорошо, и небольшая цена – это хорошо. И большой выбор – это хорошо. Такие дела. Ну вот, вот это то, что я хотел сказать про расширение. Это только какие-то несколько примеров. Их может быть больше. Ладно, наверное, тогда не буду уж про сэмплирование по гипсу. Там есть одна тонкость интересная, но ладно, уж бог с ней. По сути, получается, в результате, что мы сэмплируем по переменным Z. То есть, там в чем фишка. У нас переменные модели – это Z, T, T и FI. Если возвращаться к PES, ну да. И если сделать сэмплирование по гипсу вот в лоб, так как мы его проходили, то получится, что надо сэмплировать, типа, все Z, все FI, все THI. И это, в принципе, можно делать, но это будет сходиться как-то невероятно долго. А правильно сделать так. Надо посмотреть на распределение вот этого Z при условии FI и THI. и выинтегрировать из него FI и THI. То есть, как бы провести вот такой, типа, БСовский вывод руками. Это называется Collapsed Gips Sampling. ЖАТ, сэмплирование по гипсу. Коллапсируют вот эти матрицы FI и THI. То есть, вот интегралы по FI и THI оказывается, что можно не сэмплировать эти ожидания, а можно их честно посчитать аналитически. И когда посчитаешь аналитически, дальше получается, что бегать и реально сэмплировать надо только по Z. Вот их уже никак аналитически не сделаешь. И да, тогда, значит, все нормально. То есть, типа, P от Z при условии альфа и бета можно посчитать. То есть, можно посчитать P от Z при условии не FI, Psi, альфа и бета, а просто при условии альфа и бета и всех остальных Z. Там по FI и Psi можно взять интеграл по-честному. А это значит, что FI и Psi сэмплировать не надо, можно просто по Z ходить, по вот этому массиву тем каждого слова. Вот. Ну и потом там время от времени останавливаться, собирать статистику, обновлять, идти дальше. Такая история. Вот. Да, вот потом. Ну а параметры модели потом из этих Z легко получаются. Вот такая история. И прикольно все. То есть, LDA действительно до сих пор вполне актуальна. И сейчас, понятное дело, пытаются совместить тематические модели и модели какие-нибудь уже нейросетевые. То есть, сейчас мы будем, мы не будем, наверное, но сейчас говорят скорее про Neural Topic Models, где все то же самое, но просто получается, что мы моделируем не счетчики слов, а мы моделируем типа какие-нибудь имбеддинги, какие-нибудь векторы латентных представлений этих слов. И это, конечно, гораздо прикольнее, потому что вот эти имбеддингс, они сами собой учитывают там семантику этих слов. То есть, там не возникает проблемы с тем, что какие-то слова редкие и частые встречаются, не встречаются. Даже если слово редкое, оно, скорее всего, является синонимом какого-нибудь более популярного слова, но и типа его вектор попадет куда-нибудь туда же. Вот. То есть, это прикольно. И сейчас наука тоже дальше там активно развивается. Вот. Такие дела. Но базовая интуиция все та же. То есть, вот от мешка слов пока, ну, мешка векторов пока никто особо не уходил, потому что и так работает. Ладно, коллеги, давайте на этом я закончу наш курс. Ну, как курс? Вторую часть нашего курса. У нас получилась такая история. Вот мы сейчас как раз буквально на той неделе размечали расписание на следующий год. У нас получилась с этим курсом такая история, что в целом у меня три семестра машинного обучения, да, и в двух из них есть практика, а в одном нет практики. Вот у нас сейчас был семестр, в котором не было практики, да. То есть, получается, что из, так сказать, шести пару семестров, да, четыре это лекции, два это практика. Соответственно, ну, я стараюсь это поддерживать, такое соотношение, но в целом получается, что вот следующий семестр у нас, это опять будет семестр с практикой. То есть, будет как бы долгое время, там, два или три года, я читал лекции в течение двух с половиной семестров, а не трех. То есть, получалось, что у меня первая и вторая часть курса – это вот типа линейные модели и вероятностные модели. они по две пары в неделю, и одна из них была практика. А третья часть была диплёрнинг, и диплёрнинг был просто одну пару в неделю, просто лекция и все. Но это было как-то не очень круто. Я таки уговорил всех добавить еще пару диплёрнинг, так что теперь у меня три семестра по две пары, но из них теперь две практики. То есть, в следующий семестр диплёрнинг будет, видимо, я надеюсь, фу-фу-фу-фу, если ничего еще не изменится с практикой от Алексея Давыдова. Есть ли у вас вопросы, пожелания, замечания, полемические выпады? Все очень клево. Наверное, как-то очень тяжко было в середине, когда все эти формулы полезли, и, наверное, было бы как-то получше, если бы начали помедленнее все-таки было. Но вообще в общем-то равно. Помедленнее было бы еще на три часа. По формулам следить, конечно, у меня не получается. Я медленное преобразование делаю. Окей. Ну ладно. По формулам вообще очень сложно. Окей. Ну, я учту, но, честно, другого выбора, кроме как... Ну, это можно было сделать, как я это делал всегда, и просто проглотить это, так сказать. Ну, дальше тут какой-то вывод. Ну, я решил, что ладно уж. Вы умные, давайте я вам расскажу. Так-то на самом деле там ничего сложного нет. То есть там просто мучительно надо следить за всеми этими индексами, действительно. И я понимаю, что это переписывание одних и тех же буквок много раз с несколько отличающимися индексами. За этим уследить трудно. Да и вот, может быть, и не надо. Может быть, просто, типа, когда-нибудь, если вы будете этим заниматься, стоит один раз делать это самостоятельно. А так, да. Вот. Такие дела. Давайте тогда... Можно, например, может быть, разговор про экспоненциальное семейство и вот эти там... Ну, этот разговор, я, честно говоря... Да, этот разговор, я, честно говоря, думал, что я вел раньше, но, видимо, я ошибся. Я думал, что он когда-то рассказывал про экспоненциальное семейство. Ну, видимо. Ну, само экспоненциальное семейство определялось в первом семестре, но это из первого семестра или из второго, может, там, где-нибудь в начале пробаиста. Это был билет с одними формулами, которые не очень-то хорошо запоминаются. Ну, да. Ну, видите, ничего помнить-то не надо было. Этот трюк с градиентом, он новый всё равно. Так что его я всё равно должен был рассказать. Ну, да, в принципе, про экспоненциальное семейство я мог бы жёстко сказать, что это я вам рассказывал. Сейчас нам нужен только трюк с градиентами, поэтому давайте я не буду повторяться. Но это бы сэкономило на минут 10 максимум. Ну, ладно, товарищи, спасибо. И good luck. Давайте тогда... А, ну мы ещё на экзамене увидимся, а потом увидимся уже осенью. Приходите на диплёринг. Надеюсь, будет ещё интереснее. Там совсем тёпленькое пойдёт. До свидания. А? Было очень интересно с конкретным примером посмотреть, как он что-то разделит на тему. Ну, да, всё выложим, всё будет. Так, код — это прям очень здорово, да? Ну вот, ладно, спасибо большое. Ну, в диплёринге у меня, конечно, кода не будет, потому что, во-первых, будет практика отдельная. Во-вторых, ну да, потому что будет практика отдельная. Ну, и кроме того, обучение настоящих нейросетей, конечно, не дождаться на лекции. Это только МНИС было бы всё равно. Вот, так что ладно. Ладно. Всем пока. Увидимся.